Названы объективные лидеры в гонке фронт-энд фреймворков Почему нельзя доверять отзывам в интернете? Крис Койер советует быть скучным Крис Койер советует быть погнали В этот раз легло хорошо Хотя, в принципе, мне кажется, уже каждый раз прям круто ложиться Это наша уже работа будет скоро Это, как знаешь, я вспоминаю, была какая-то серия клиники, в которой какой-то чувак долбанулся и везде подставлял баст и мув И сначала это было прикольно, а потом всех задолбало Вот я надеюсь, что у нас это еще пока не всех задолбало Мне пока нравится, даже на 198-й раз Ну, почти, плюс-минус Ну да, в общем, всем привет Мы подкаст «Суровый веб», проект «Ювебдизайн» Выпуск сегодня у нас номер 198 Сегодня у нас на часах уже 3 апреля 2019 года И в Челябинске без пяти час Ночи Мы ночью записываемся по нашей старой традиции Меня зовут Александр Гончаров Да, меня зовут Никита Тарасов И у меня открыт балкон, чтобы немножко продувало холодком Потому что иначе без пяти час можно уснуть Тупо Я, кстати, хотел эту историю рассказать на пришоу Но уже забыл, придется рассказать в шоу в самом Бесплатно А вы теперь понимаете, что вас примерно ожидает в пришоу У меня, когда я менял окна в этой новой квартире Я поставил так называемую гребенку А гребенка знаешь, что дает? Она дает 4 разных положения у микропроветривания Именно у микропроветривания То есть не когда ты просто на полную Ну, вверх как бы открыл И прям, ну, холодно Я понимаю, да А именно 4 положения На полтретьего, так скажем Да Вот да, да, да И вот у меня сейчас на второй щели из 4 И вот на самом микропроветривании Не дует вообще досвидос Прям плохо А вот на второй щели из 4 Уже прям достаточно хорошо Чтобы меня еще не продуло нахрен Завтра мне шея не отстегнулась по мужикам Но еще и чтобы при этом Достаточно было прохладно и хорошо Хотя я как бы все равно сижу в исподнем, так сказать Вот, но тем не менее Ну, я просто Я же в кабинете сейчас записываю Последние недели Я понял, да Что у тебя там именно близко окно Да Тут просто если ничего не открывать Тут душегубка Именно душегубка Да Просто, понимаешь Первое, самое мини-микропроветривание Микро-микропроветривание Мне кажется, это платеба Это сделано для тех, кто типа Открыл чуть-чуть и думает, что дует И ему дует уже в мозгу Ну, слушай Я могу так тебе сказать Проверяется легко Зажигаешь палку-вонялку Ставишь на подоконник И даже на микропроветривании Очень сильно ее, так скажем Шлейф вот этот Уходит в бок То есть это не... Не, ну ты когда в исподнем сидишь У тебя мало ли что там, так скажем Дует Ну ладно В общем, не важно У нас я... Да, в принципе Я пока... Я могу начать... Да, я просто в Firefox забыл открыть все темки Я обычно это делаю на... Мы за свободный интернет У нас никакого... Никакой монополии на различные браузеры нет Поэтому мы стараемся открывать в свободных браузерах В свободных от оков От коммерческих оков Я бы сказал в браузерах Да, а для тех, кто имеет эти самые коммерческие оковы Мы предлагаем вам написать на work.subakaywebdesign.ru И, может быть, с нами связаться по поводу рекламы Или же, если вы просто хотите нам передать привет Или написать какое-то откровенное сообщение Например, что вас бросила девушка Или вас бросил парень Напишите на work.subakaywebdesign.ru Ты так круто это заворачиваешь каждый раз Что прям хочется тебе премию дать Именно премию погнали Серебряное погнали Из-за того, что ты прям круто вплетаешь work.subakaywebdesign.ru Пишите work.subakaywebdesign.ru Короче, первая темка про Лебедева Лебедев такой дизайнер русский Если кто-то знает, может быть Он много путешествует У него даже есть свой блог про путешествия По-моему, на загибающемся LiveJournal Да и много где В том числе у него есть и Телеграм И всякое такое Но еще у него есть студия ArtLебedev На которой они делают различные Стили, логотипы, брендинги И вот это все Дизайн, короче, они делают Ключевое слово тут как бы, но да Короче, в этот раз В наши суровые лапы С цепки, значит, попал Логотип кафе Лови лаваш От студии Лебедева Можно сказать, что Не факт, что именно он Вообще, знаешь, хотя бы Половинкой глазка Взглянул на это Хотя вроде как он типа должен на все взглядывать Так как он арт-директор Хотя вроде как он там арт-директором Значится именно на этом проекте Он на самом деле не на всех проектах Значится арт-директором На этом он значится, да? Да Да, да Вот, и короче говоря Наверное взглядывал Возможно, обоими глазами Которые мы можем увидеть Вот здесь вот на логотипе Собственно, лови лаваш А это да Вы не ошиблись Вы не ошиблись Кто видит, тот видит А кто не видит Зайдите посмотрите Чтобы вообще понимать О чем я говорю Да, это логотип Который сделали В студии Артемия Лебедева Для лови лаваш Я хочу в клинице сказать Что нам предложил Орфин джюс То есть это у нас Не из головы взято Это нам на сайте предложили И вот Орфин джюс это был Да, он так Многозначительно написал Я просто оставлю это здесь Видимо, чтобы мы Сразу такие Ой, там сейчас зайдем Там сейчас так плохо будет Так вот, лови По-моему, такие основания Лови лаваш Значит Это вообще в принципе Просто лавка на фудкорте Продающая шаурму Буррито И другую еду Завернутую в лаваш Для нее надо Соответственно Задизайнить логотип Интересно, почему Они не делают Старый логотип Хотя, наверное Делают Просто В процессе, наверное Можно увидеть Самый первый логотип Наверное, вот единичка Это и есть первый логотип Типа, как будто Это как у Лебедева Штрих-код Лови лаваш Вот если ты на процесс Вкладочку переключишься Это можешь увидеть Наверное, это был Первый логотип Я не знаю Вернемся на описание Здесь именно Вот все вот эти цифры Это именно скетчи Ну, как бы уже Именно Лебедича И Лебедичей Ну, да Нет, ну Вообще, да Логично Так и есть Просто я почему-то думал Что они хотя бы От чего-то отталкиваются Ну, может быть, да Ну, хрен его знает Ну, давай Вернемся к описанию Короче говоря Сделали Знает и зануда И милаш Знает просто Каждый из людей Все, чего касается лаваш Делается в 10 раз вкусней Вот такая вот Какая-то Ни в склад, ни в лад Поцелуй кошки зад Как говорится И здесь, значит Ты можешь наблюдать Вообще палитры цвета Красоты Все в стиле Старых Лебедевских дизайнов Которые он делал И для других закусочных Как мы знаем Все вот это вот С очень яркими цветами Бросскими И здесь вот Лови лаваш Можно прочитать Собственно Лови лаваш Я надеюсь, ты догадался Сверху вниз Пока ты не сказал Я правда не догадался Лови лаваш Можно прочитать В вертикали Да, и в букву А Во вторую букву А Во втором слове Входит, так сказать, лаваш Метафизический А шея это рука Шея это рука Ты думаешь, да? Я не знаю, я спрашиваю Или подбородок Который на мошонку похож Мне вот больше на подбородок Который все-таки Яйца Яйца Это у нас все в Сауспарке Научили, что это яйцебороды А может и рука Хрен его знает Ну, в общем Типа Буквы В Это типа такие Щечки Классные, румяные Вот Значит Что тебе еще сказать Это логотип Я хочу сразу же Всем сказать Конечно же Это не логотип За миллионы долларов Нет Этот логотип Был сделан за Сто тысяч рублей По Курсу Экспресс-дизайн Такая программа Которая есть У студии Лебедева Которую они делают Вот просто вот Хоп Сделал И нельзя согласовывать Все, вот они за раз Тебе сделали Никаких правок Никакие 147 правка На почту Ничего этого нельзя Можно только Один раз За сто тысяч Получить логотип Ну или Какой-то стиль Вот Тут потому что Не просто логотип Тут еще и вот эти вот Цвета и какой-то типа Какой-то там брендинг Пара буклетов Есть визиточки Я вижу Да 14 дней Было потрачено На создание Этого логотипа В принципе Можно переходить Уже к нашим Баранам Что мы считаем Что мы видим здесь Я вот Не поленился Посмотрел Здесь дизайнер Альбина Гайнулина И это именно она Дизайнер Всех Джона Федоров И прочих булочных Ну все тогда Все верно То есть Я просто пытаюсь понять Это Ну насколько это вообще Типа специально Лебедич ее лоббирует Или это специальный Троллинг какой-то Или вообще что То есть Возможно Смотри как Возможно Во-первых Она делает Допустим Дизайны За соточку Это первое Тут я не могу Я просто предполагаю Возможно Она делает Экспресс дизайны Потому что у нее 17 По тегу Экспресс дизайн 17 каких-то дизайнов То есть Она в принципе Экспрессич Вот Я смотрю на другие Экспресс дизайны Они все примерно В таком стиле Очень Ну броском И спорном Самое главное Я думаю Что это просто Ее прикол То есть Ее стиль И он Ее посылает На Определенные проекты Которые посылает На Нет Он ее Короче Ставит на те проекты На которые надо Развлекуху То есть Я думаю Что он просто Реально Считает Что для Закусочной На фудкорте В принципе Ты вот себе Представь На самом деле Ты вот Я Я понимаю О чем Почему вообще В принципе Можно негодовать И я бы не сказал Что это великий Гениальный логотип Именно для Ловила ваш Но в принципе Представь себе Что эта морда На логотипе Будет тупо Вот представь себе У нас в горках У одного из лавочек У одной из Вот этих вот Лотков То есть В принципе Ну не сильно Хреново конечно Много деталей Нету вот такого Что какой-то Ну одна большая Хреновина Видна издалека То есть Для текстового Логотипа Слишком непонятно Я даже не понял Что это текст Для Не текстового Нету какого-то Единого контура Чтобы это Как один объект Какой-то воспринимался То есть Ну понятно Как бы Где мы А где лебедев И вообще Я не знаю Это видео или нет Он у себя на канале В телеге Недавно писал Что типа Вот там Мне написали Что Даже если Ну типа Мне не нравится Дизайнер Как заказчик Экспресс дизайн Это типа Все равно Нехилый такой Пиар Реклама И так далее Вот И лебедич написал Типа Ну свой комментарий Что Вот надо же Хоть один догадался То есть Я не понимаю Вывод в чем Вывод в том Что он просто Шоумен Он типа За 100 тысяч рублей Делает рекламу Бизнесу Какому-то Грубо говоря Я больше чем уверен Что Джон Федор Например Который прям Очень сильно Бомбанул Ну наверное Это был первый Из таких вот Именно Контровершиал Экспресс дизайнов Я думаю Что у них Проходимость То увеличилась В тот момент Видишь Это тогда Должно быть Для конкретных Объектов Сделано Объедков Потому что Короче Видишь Это знают Только дизайнеры Типа Ну Околодизайновые Чуваки То есть Что Лебедев Какой-то Тупой там Логотип Задизайнил И тогда То есть Это должна Аудитория Которая ходит В эту лавку Соответствовать Людям Ну видишь Про Джон Федора Даже на VC.ru Написали То есть Это реально Было очень Контровершиал Там бомбануло У всех Но VC.ru Написал Или что-то Тип-ти журнал В принципе Сразу все офисы Туда уже попали Не только уже дизайнеры Но именно просто там Я не знаю Логисты какие-нибудь Рекламщики Я понимаю Любая офисная Мразь Вот да Поэтому тут как бы No offense Что называется Всем офисным Мразям Пис Всем офисным Мразям Короче не знаю Слушай Ну давай так Просто нашу Сколько из десяти Давай Ну блин Ну а я бы Два из десяти Дал Я не знаю За что я здесь Два дал За то что Глазки Тоже в форме Лаваша И ротик Давай я бы дал Четыре хотя бы Или пять Потому что Ну типа Я себе представляю Что это реально Такая типа Полудетская Полуразвлекуха Заставляет тебя Чуть-чуть подумать Что там лови лаваш Написано Я сам не догадался На самом деле Но если ты вот Там хаваешь Сидишь У тебя перед тобой Подносик С таким логотипом Ты типа пока хаваешь Возможно додумаешься До этого Кайфанешься Этого Вот Ну то есть Что-то можно здесь Да Но Я опять же согласен С тобой что Не очень цельная Конструкция Соответственно Не очень читается И не очень запоминается К сожалению Сколько бы я вот сейчас На это лицо не смотрел Я сейчас прямо ему В глаза смотрю Этому логотипу Не запоминается До свидос То есть не Nike Конечно же Вот Возможно Не должен быть Nike Но тем не менее Даже не запоминается Как Как что-нибудь Сложное Например Какой-нибудь Пытаюсь тоже Из еды Что-нибудь такое Вспомнить То есть Какой-нибудь логотип Условного Макдональдс Что тут вспоминается Ну Макдональдс Это страшно Страшно Не ну это слишком Гиганты Я хотел менее Половых гигантов Ну давай Новый логотип Subway Меня бесит Например Ну Subway Ты вообще видел Новый логотип Subway Я Я его плохо помню Я знаю Что они обновили Там просто Леттеринг Но другой То есть был до этого Такой косой шрифт А сейчас Такой Толсто Растянутый Расплывчатый И у него Такие цвета Светло-белый Светло-зеленый Мне Мне каждый раз Жутко Дешевский Кажется Я Открою Я подблевываю От того Насколько дешево Это теперь выглядит По сравнению С тем Как было Ну да Да Есть что-то в этом Да Раньше как-то было Более Раньше был Очень американский Он прям кричащий Такой был Вот с этой обводочкой Он прям Ну и везде был виден А новый Без обводочки Просто какая-то Моча на траве Я не знаю Ну реально Это Это плохо Мне Слово Subway В старом логотипе Даже какой-то Пепси напоминает Что-то такое Именно из еды Ну оно Оно реально Было гениально Сделано Кстати говоря На Штатах Тоже обновили Этот логотип Я думаю Это только у нас Нет В США тоже Везде Причем я сейчас Смотрю И там Ну С 65-го года У них разные Были там Логотипы всякие Но все равно Вот этот логотип Ты его прочитаешь Ты его поймешь Стрелочки есть И как бы Да Это конечно Не лавка всего лишь Что они просто Какое-то Я не знаю Именно у них Качество упало Из-за того Что они теперь Там Ну Это просто говно Какое-то делают У них говно Логотип теперь стал То есть мне теперь Не очень хочется Заходить Мне кажется Реально Что там упало Качество Вот Ну и вообще Там на самом деле Неадекватно дорого Как-то Ну то есть Правда Там вот Все Макдональдсы И так далее Они подстроились Как-то под Новое время Там сейчас Миллиард акций Каких-то Там Ну там реально Дешево В Макдональдсе Вот новая акция Двойка Там за сотку Можно получить кофе Плюс бургер какой-то Ну там микробургер Конечно Но это реально Все равно Это дешевле Чем Ты бы это взял По отдельности А в Subway По-моему Только в сторону Увеличения Акции какие-то были Что там Получили Я не знаю Саб дня А он на 20 рублей Дороже Чем когда это Не саб дня Ну я утрирую конечно Но какие-то там Они катастрофически Неприятные были Эти акции И Вот Поэтому Ну ты сказал 5 из 10 Я тебя перебил Да И хочется послушать Наших подписчиков Точнее как послушать Почитать Поэтому напишите Вообще как вам Желательно С подробным разбором Не просто там 10 из 10 12 из 10 Игра года Там Логотип мира Там и так далее Вот А именно напишите Может быть Вы Может быть мы опять Что-то не понимаем Может быть я опять Как с той книгой Которой в пришел Говорил С тем рассказом Может быть что-то Просто не поняли мы Или Возможно Есть у нас Супер модные чуваки Хотя вряд ли Конечно такие нас слушают Мы не очень Супер модные А Уж слушатели наши Это Вряд ли будут слушать Не супер модных Я к тому что Может быть есть такие Супер крутые чуваки Возможно Сама Это дизайнер Который Который Нарисовала Это Возможно она Тоже короче Нас слушает Или ее друзья И они знают Короче Что это типа Новое направление В дизайне Где можно там Подсмотреть Возможно какие-то Чуваки там В Англии Как обычно Зародили новую тему Вот Посмотреть То есть тоже там Какой-нибудь Лови лаваш Только Лови лава Какая-нибудь Вот Короче извините Да Простите Пойдем Я думаю что дальше Я просто завершаю аккорд Так сказать твой А как-то он Это аккорд все один был На 15 тысяч тактов Так вот Я считаю что Если бы например Мы заказали В экспресс дизайне Какой-то логотип То мы бы могли Это как свою рекламу Использовать Просто что Вот нам Лебедев сделал Редизайн Ну согласитесь Слушай ну 100 тысяч Может быть мы и закажем Говно 100 кассиков Куча говна В нее ракета влетает Даже вот это Или планета Вокруг которой Ракета летит Это куча говна На самом деле М1З говна Просто Это просто звучит Это на ArtLebedev.ru Будет этот проект Ну да Я вот сейчас подумал Что Слушай вот так Кинем да Сотку На ювеб дизайн Считай просто рекламу У Лебедева За сотку заказали Вот да Причем я когда С ним разговаривал Именно по поводу рекламы Там Это собственно Даже дешевле Чем некоторые его рекламы Ну наверное Возможно нам отдадут Не этого дизайнера Не этого арт директора И тогда мы просто получим Какую-то дефолтную планетку С ракетой Слушай А давай посмотрим Вот Именно Я захожу сейчас На экспресс дизайн На молнию Мне интересно Так ли у них мало Заказывают экспресс дизайнов То есть по идее Да немало На самом деле Много всего Даже вот логотип Волоколамской По бреду есть Вот Там конечно есть Прям совсем говно Типа спецмаш Что Какого хрена Кто это С тебя просто Мне сейчас интересно Там такая наркомания Ёкарный Бабай Там именно Зато Зато сотка Понимаешь Зато сотка Ну слушай Тут Это просто по-моему В пустую Сто тысяч потратить Я смотрю тоже На некоторые вещи И да Там плохо Есть Есть где не то Что плохо А есть просто Сделано Ну Как тебе сказать Сделано Просто По приколу Вот именно По приколу Вот Но тем не менее Там именно Тоже везде Сам Лебедич Арт-директор Ну и там Разные дизайнеры То есть там Не все Это Альбина Или кто там Да Да Слушай В натуре везде Арт-директор Он Ну что-то я сомневаюсь Что он все это смотрит Тут есть прям Для каналов На 7 тысяч подписчиков Ютубных Понимаешь А так где именно Короче Кузнецовский Какой-то Блин Я бы тебе скинул его Куда-нибудь Не знаю Хочешь в слаг скину Чтобы ты просто Открыл На самом деле Даже не хочу Ну и вот Я просто Ctrl-F сделаю Кузне Вижу Логотип блога Кузнецовский Ты просто зайди Если это Ну как бы Реально одобряется Потому что Ну ладно Хорошо Тут все-таки В инстаграме У них 2 миллиона Ладно Я наврал Просто на ютубе 7 тысяч подписчиков Не Ну там Понимаешь Я бы что-то Как-то Ну не знаю Ну слушай Такое можно же Но такое же Можно самому То есть Школьники Такое Сами придумывают Или здесь Кто Дизайнер Школьник был Или что Я не понимаю Иван Тихомиров Ну не знаю В общем Это Опять же Это Имиджевая Штука Заказал Лебедева Экспресс-дизайн Я это вижу Именно как Имиджевую Штуку Вот И собственно Почему бы и нет Ну да Мы потом могли С тобой Весь выпуск Обсасывать Наш Наш дизайн Наш дизайн Да То есть Это в принципе Это звучит Как цель На самом деле Ну вот Но пока Пойдем дальше У нас здесь Гитхаб Гист Который нам Кинули в нашем Патроновском чатике Поэтому особо Бережно Я отношусь К этой темке Вот У некого Текротов Кто это Такой Текротов Тангуй Кротов Парис Парис Есть такой Город Парис Ну есть Парис Да У него Какая-то башня Еще там Светящаяся Непонятно В Парисе В этом Так вот Член сообщества Angular UI Это важно Сразу видно Человек Ангажированный Написал Небольшую Статейку Это статейка На GitHub Гист Размещена То есть Ну ты понимаешь Что такое GitHub Гист Это кусочки Кода Можно под Своей Учеткой Расшаривать Вот Ну и Причем Там можно Несколько Файлов В один Гист Так сказать Расшарить Они там будут Именно как Вот такие вот Окошечки Вот здесь Он именно Markdown файл Как статью Так расшарил Не знаю Почему он Именно сделал Это на GitHub Зачем Типа чтобы Статью Типа он Айтишник До хрена Ну разве что Да У него там Есть 14 Ревизий То есть Он с 14 Попытки Собрал Эту статью Нормально Вот И уже 22 звездочки Даже есть Я ставить Звездочку Не буду Мне как бы Вот Не близки Его рассуждения Хотя в общем Он проделал Какую-то работу Ааа У меня тут Не зайдено Ну все Извините Я же в Firefox Вот С чего все началось Началось с того Что На Reddit Бомбануло О том Что Чуваки из Vue.js Они начали Хайпить Что типа Вау Vue.js На вторую Топ-2 По звездочкам Ну мы с тобой Об этом говорили В прошлом выпуске Когда обсуждали State of Vue.js 2019 Вот И он здесь Собрал статистику В которых Vue.js Отсасывает На самом деле Причем Он здесь Нигде Как бы Не говорит О том Что О том Как Отсасывает Именно на Vue Да Хотя Нет Вначале Написано Что The only chart That shows Vue Outperforming Ну короче Единственный График На котором Vue Круче всех остальных Это гитхабные Звездочки А вот У всех остальных Наоборот Ну Слушай Это знаешь Типа Как в дневничке Показать Что по IZO Получил 5 А в итоге У тебя 2 По матеше Там 2 По русскому Вот То есть Ты на его стороне Ну слушай Он вьюшный чувак Он же вьюшный чувак Ангулярный чувак А он ангулярный чувак Да Я говорю Например Ангажирован Ну ладно Не важно Смотрим Сухую статистику Да И пытаемся И пытаемся Ее как-то Интерпретировать По иному Первое Это NPM Downloads То есть Это просто Тупо Сколько раз Устанавливали Этот пакет Напоминаю Ну то есть В чем суть NPM пакетов В том Что ты Не обязательно Их один Вот прям Ты написал NPM install Там React На самом деле Стопу До Для каких-либо Там Ну и здесь Собственно Процентов Которые Зависит От React То есть Потенциально 32 тысячи Из этих Downloads Ну их Как бы Здесь Конечно Значительно Больше Вот Ну допустим Какой-то Процент В общем Downloads Не из-за Того Что люди Напрямую Ставят React А из-за Того Что люди Ставят Какой-нибудь Калькулятор Для Я не знаю JQuery Но в котором Есть React Просто Потому что Там Ну React Как бы Не очень Большой Сам по себе И именно Вот Какой-то Один Запилить Вполне Можно И он Там В какой-нибудь Вордпресс Плагин Например Входит Ну то есть Без шуток Не ну и Vue Так же Ставят То есть Как бы В принципе Наравнее Ну Vue Меньше Ты же Видишь Что У него Депенденцев 9792 А у React 32 То есть Это как бы Ну React Он Проще Как мелкая Питька Используется А Vue Его Как бы Ну уже Ставят Его можно Использовать Как мелкую Письку Только Кинуть Скрипт На Один Див Накинуть Соответственно React Ну как бы Накинуть Туда Vue Чтобы Там Что-то Было Какой-то Микро Кусочек Приложения Чтобы Это был Не Сингл Пейдж Апликейшн А Чтобы Допустим Именно На Какой-нибудь Свой Статический Сайт Не обязательно Статический Я имею Ввиду На Сайт Который Рендерится На сервере Вордпрессе Добавить Какой-нибудь Кусочек Vue Вот React Для таких Вещей Более Удобен Поэтому На него У него Больше Депендентов Сто Пудово Которые Именно Не Сингл Пейдж Репликейшн А каких-то Еще Но Причем Опять же Это Не Говорит Как бы В пользу Vue Это Говорит О том Что React Для этого Он Более Удобен Именно Как Встроенное Решение Вмонтированное Куда-то Поэтому Он Объективно Больше Что касается Angular У него Во-первых Это Супер Старая Хрень Он В 2010 Появился В отличие От React И Vue Которые В 2014 Появились То есть Он Берет Конечно Своей Именно Долготой Так бы Если бы Он Появился Одновременно С Vue И React Может быть Он бы Отсосал Уже Вот Ну и Соответственно Загрузок В год Тоже У React Там Ну Несоизмеримо Больше Там 125 Миллионов Почти По сравнению С 25 У Vue То есть Здесь Конечно Да Че и Говорить Топиков На GitHub Касаем React 50 С Половиной Тысяч У Вью 14 И 6 Но Это Говорит О том Что Он Более Так Скажем Обсуждаемый Контрибютный И так Далее Но Это Фейсбучная Штука Вот И Ну Как Есть Крупная Компания Которая Стоит За популяризацией Этой Хреновины И Это Конечно Не стоит Сбрасывать Со счетов То есть Vue Gs Конечно Тоже Сейчас Кто-то Там Говорил Что Аффилирован С Либо Ба Просто Им денег Занесла В Какие-то Фонды Я Честно Говоря Не готов Сейчас Ответить Почему Напишите Нам в Комментариях Если Знаете Помните Почему Нам На самом деле Даже Неоднократно Говорили Вот Но там Что-то Было Неубедительное Ну реально Не то Что Просто Вот Ну Реактом Фейсбук Владеет Конкретно То есть Если Фейсбук Его захочет Прекратить Они его Прекратят Вот А с Vue Там Немного Другая История Ну У Ангуляра Понятно Там Google Если Я не Ошибаюсь Ну Ангуляр Просто Хочется Такую Вещь Проверить Блин Почему Ты В Мазили Дефолтный Поисковик Это Яндекс А не Google Ну Как Почему Уже Знаешь Ну Открытый Веб Я согласен Где Google Где Открытый Веб Да Гуляра Это Google Все Правильно Пошли Собственно Метрики Reddit Метрикс Здесь React.js У Субреддита React.js Сильно Больше Вообще Активность То есть Там Ну Тут Графика Зрители Видят А слушатели Просто Представьте Что Здесь Нету К сожалению Абсолютных Чисел Вот Но У React Примерно Сейчас Посчитаю В 8 раз Примерно Он превышает View По Активности Так Что касается Stack Overflow Здесь еще По прикольчику jQuery Добавили Даже Сейчас jQuery Больше Чем View На Stack Overflow Но Уже Это Логично Достаточно Ну jQuery Там Много Чем Могут Спрашивать И Это Достаточно Для Так Скажем Более Для Новичков Чем View Ну Это Я Согласен И Это Даже И Не Показатель Если Много Спрашивают На Stack Overflow Значит Скорее Сего Это Говно Неочевидно Ну Допустим Или Там Документация Стандартная Просто Говеная Документация И Поэтому На Stack Overflow Не так Много С самого Начала То есть Здесь У новых Технологий Вот Здесь Просто У всех Под копирку Что У jQuery Что Angular Что React У них Первый Всплеск Достаточно Большой А Дальше Как бы Уже Ну Меньше А Вот У View Не было Сильно Большого Первого Всплеска Он Прям Размазанный А Это Скорее Все Связано С тем Что Ну У него Реально Неплохая Документация Тупых Совсем Вопросов Не возникает Дальше Тут Google Тренды В которых React Уделывает Angular Но Angular Прям Вот С ним Соперничает То есть Прям Вот Они Идут Бок О бок Ноздря В ноздрю А View Он Там Где-то Плетется В два Раза Даже Чуть Больше Чем В два Раза Ниже них Возможно Angular Здесь Превалирует Потому Что Google Его Форс Тупо Подлог Фейк Ньюз И так Дали Ютюбные Тренды Соответственно Здесь Здесь В два Раза Разница То есть А Нет Ютюбные Тренды Это По ссылке Надо Перейти Извините Ввожу Заблуждение Слушатели Потому что Зрители Ты видишь Что я Тупой Не туда Смотрю Вот А Слушатели Просто Представьте Я сейчас Перезашел И Именно В ютюбных Трендах Да там Почти Одинаково Там Поэтому Видимо И не Сказано То есть Там Там Что-то Какие-то Крохи Если честно Да Там Очень Немного Причем Почему-то В какое-то Время Было Прям Много Много Какие-то Тут Какое-то Жонглирование Данными Просто В какой-то Момент Было 100% Ангуляр И Ноль Вью И Реакта Ну В общем Сейчас Там Что-то В районе 26 Реакт 4 Вью То есть В 6 Раз Больше У Реакта Чем У Вью Популярность На Ютубных Трендах Опять же Говорит ли Это О том Что Ну То есть Условно По Реакту Там В 4 Раза Больше Курсов Чем По Вью Говорит ли Это В пользу Того Что Реакт Круче Или Говорит Это В пользу Того Что Он Менее Очевидный Про него Реально Нужны Курсы Я думаю Где-то 50 На 50 Девелопер Тулс Это Расширение Браузеров Которые Юзают Люди У Вью Джи Ступо В 2 Раза Меньше Чем У Реакта То есть 750 Тысяч Против Полутора Миллионов Пользователей И Ну Девелопер Тулс Это Просто Ну Показывает Конкретное Количество Людей Которые Пользуются Активно Разрабатывают На том Или ином Фреймворке Потому что Ну Вот Я Например Не представляю Как бы Разрабатывал Без Вью Дев Тулса Ну Настолько Это Сейчас В обиход Просто Вошло Что Без Него Дебажить Это Ну Это Боль Была Я бы Консоль Логал Просто Все Везде Всегда То есть Ну Это Это Плохо Поэтому Тут Как бы Конечно Видно Причем Ну Естественно У Хромных Расширений Прям Там Ну На миллионы Идет Счет Там На сотни Тысяч Аддон К Firefox Там Десятки Тысяч Но Тоже Соотношение Ровно В два Раз Твиттерные Фолловеры У React 278 Тысяч У Вью 102 Тысяч У Angular 300 Тысяч То есть Больше Чем У React На Твиттере Неожиданно На Хакер Ньюзи Сильно Вью Отсасывает У него Где-то Там 4 А у Вью Ой господи У React 24 Ну то есть Опять же В шесть раз React Больше Чем Вью Но Angular Там Он Почти Как Вью Он Падает Уже Он Уже Понисходящий На самом деле Сейчас Идет Есть Какой-то Сайт Indeed И Это Именно Сайт Работы И По Количеству Вакансий У React Сильно Больше Вакансий Особенно В UK То есть Если Например Во Франции Разница В два Раза То в Лондоне То есть В Британии Разница В пять Раз По количеству Соотношениями React View Angular В Париже Больше Требуется Чем React А в Британии Требет 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 Как-то Странно То есть Индусы Просто Уже Все В Лондоне И они Оттуда Уже Их ищут Не знаю Или Опять же Это же Вакансии Именно В этом Городе И Видимо Как-бы Все Индусы Они Ну Работают На Аутсорсе А не У себя Что Кстати Тоже Наверное Не Есть Гуд Опять же Для Индии Как Для Программистской Державы Для Этишной Державы Так Сказать Но Да State Of JS 2018 Мы С тобой Это Обсуждали Здесь У нас Любопытная Цифра О том Что Из Четырнадцати тысяч С Половиной Пользователи Реакта 90% Удовлетворены Им А у Вью Из 6400 91 Удовлетворен Сунил Процент Удовлетворения Чуть-чуть Выше Хотя Пользователи Меньше Но Впрочем Какая Разница Сколько Если Процент Удовлетворения Реально На 1% Выше Кстати У Ангуляра Всего 41% Что у Ангуляра Они Удовлетворены Жестко Да Как будто Людей Они Походу Не могут Удовлетворить Причем Обрати Внимание Если Посмотреть На Скритшот Ну там Как бы Плохо Видно Он Маленький Но Если Просто Приглядеться И вспомнить То Вот Это Розовенькое Ну Согласен Да Я просто Не помню Что это А вот Это Розовенькое Это Именно Юзал Но Больше Не буду И Не Порекомендую Да И Вот Оно У Ангуляра Прям Плохо То есть Они Как-то Что-то Такое Делают Что Люди Прям Боятся Их После Этого Использовать Хотя Я знаю Людей Которые Пользуются Ангуляром И он Им Прям Нравится И Не Боятся Да И Не Боятся У JetBrains Мы Видим В динамике Что Регулярно Использовали React В 17 Году 50% Теперь 60% И У Vue Было 20% Стало 33% Ну Неплохо То есть Даже Как бы Рост Ну Кстати У Ангуляра Тоже Рост Большой Ангуляр GS Был 44% Стало 21% Ну Падает Первый Ангуляр Отваливается А у Второго Было 22% Стало 20% Тоже Чуть Чуть Падает Вот Есть Similar Tag Я не знаю Что это за Сайт Вот Но это Сайт На котором Подсчитываются Технологии И в среднем В мире Сейчас 420 тысяч Вебсайтов На которых Используется React И 54 888 Где Используется Vue То есть Ну Где-то В 8 раз Меньше Причем Самое Тупое Опять же Что Ну Как бы Там Может быть React В одной Карусельке Использоваться Какой-нибудь Или Даже Смотри Фейсбучный Виджет Встроен Уже Там Стопудово Есть React И как бы Все сайты У которых Встроен Фейсбучный Виджет Такой Он уже Его тоже Использует Ну Как-то Согласись Не очень Классно Хотя Может быть Это не Учитывается Similar Tag Может быть Там У них Умный Алгоритм Который Видишь Если Это Iframe Какой-нибудь Условный Вот То Нет Но Я думаю Что Там Каких-нибудь Сторонних Фейсбучных Виджетов Которые Не во Фрейме А даже Просто Сами Все равно Юзают React Их Достаточно До хрена Чтобы Ну Говорить О том Что Это Это Не столько Говорит О Ну Так Сказать Распространенности Сколько О Том Что Ну Как бы React Его могут Форсить Через Что-то А Вью Не Через Что Форсить Вот И Все Вот Ну Здесь Даты О том Что AngularJS Сделали В 2010 Вью В 2014 А React В 2013 Ну Это Именно Первое Объявление По факту Именно Создание Репозитория Извините У Angular Тоже В 2010 А React И Вью 2013 То есть React Его после Создания Репозитория Через 5 лет Сразу Обнародовали Вот А Vue.js Его Только Через Полгода Официально Анонсировали Хотя Полгода Уже Был Репозиторий Там Что-то Ну Возня Какая-то Была Хотя Angular 2 Он В 2014 Тоже Вышел То есть В принципе Он По идее Должен На равных Как бы Ну Соревноваться Но Опять Что У него За плечами Был Первый Angular Поэтому Да Дальше Идет Небольшая Аналитика Почему У Вью Так Много Звездочек Ну И как бы Здесь писали Что Во-первых Скорее Всего Там Ну Вот Чувак Пишет Что Я видел Как На Reddit Заставляли Практически Там Почти Под страхом Смерти Видимо Не знаю Как он Там Видел Бустить Звездочки Я Говорит Не смог Подтвердить Ни одного Подтверждения Найти Вот То есть Это Просто Предположение Ну Типа Вью Комьюнити Супер Любят Звездочки Но Это Факт Типа Хайп Что Давайте Обгоним Ну Тоже Наверное Да Потом Пишут Что Вью Популярен В Китае Во-первых Потому Что Документация Есть На Китайском Во-вторых Потому Что Эван Ю Из Китая Вот А Некоторые Штуки Не Используются В Китае Например Google NPMGS Indeed Хакер Ньюз Ну То 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 Грубо Говоря Вью Типа Сильно Популярнее На деле Просто Все Те Метрики О которых Мы Говорили Выше Они Китай Не Задействуют И То 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 Если Еще Китай Задействовал То Там Уже В космос Вью Летел По Цифрам Шах Хакер Ньюз У них Закрыт NPM У них Закрыт Они Видимо Через Что-то Другое Устанавливают Ну И так Далее И тому Подобное Они Через WeChat Ну Да У них Там Вся Жизнь Через Баду Какую Нибудь Опять Через Алиэкспресс Заказывают Можно Мне Вью И Там Наверное Даже Деньги Каждую Новую Версию Ну И потом Дальше А вот Типа Вью Экосистемы Такие же Типа Или Не Такие же Например Вью Раутер Стандарт Дефакто Для роутинга Во Вью У него 12 тысяч Звездочек А у React Раутера 34 тысяч Звездочек То есть Почти в 3 раза Больше Уделали Вот React DevTools И Vue DevTools Ну Здесь Опять Вью Победил 11 408 Звездочек У Vue DevTools Запротив 8000 Там С лишним У React DevTools Сам Сайт React GS Org И Vue GS Org Vue GS Org Победил 3000 Звездочек У Vue GS Org И 2800 У React GS Org Библиотека Для менеджмента Состояния Приложения У Redux 45 тысяч Звездочек А у Vux 18 тысяч То есть Тоже Где-то Ну Почти в 3 раза Разница Соответственно Boilerplate Vue CLI Против Create React App Тут Разница Еще Больше То есть 18000 В UCI Против 30 Почти 61 У Create React App То есть Это Где-то Ну Тоже В 4 раза Я Столько Вычислений Сегодня В уме Произвел Сколько За последний Месяц Не Производил Вот Ну и тут Три Каких-то Хилых Коммента Типа Воу 666 Good Information Бла-бла-бла Ну слушай Смотри Давай я так Я тебя чуть-чуть Пережу По выводу Мне кажется Что Angular Сторонник Которого Собственно Автор Gista Знаешь Не намного Лучше Чем Vue Я бы сказал Во многих Вещах Он отсасывает Скажем так То есть Vue Уже Как минимум Лучше Чем Устоявшийся Angular Который Там Уже Была Какая Версия Значит И Короче Они Даже Не могут Похвастаться Чем-то Более Крутым Чем Vue Поэтому Как минимум Их уже Обогнали А По поводу С React Тут уже Конечно Другие Вещи Но все-таки React Сейчас модная И классная Хреновина Поэтому Тут Как бы Такое Но Оно Как бы Вниз не падает Как я вижу Я про Vue Имею ввиду А не про То что У Владельцев React Так скажем Вот Короче Вот Ты Ты что считаешь Слушай Во-первых Я Вот Рассказывал Про гребенку Я вот сейчас Опять верну На первое Микропроветр Я тупо замерз Слушай Сейчас секунду Верну Ты на платеба То есть Давай А я на платебу Поставлю И подойду Ну пока Саня ходит Я надеюсь Он быстро сходит Потому что Нам надо Уложиться В наш тайминг Великий В три часа Быстро 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 Сходит Нормально Я наушники Это не снимал Тут в принципе Окно близко Я просто От микрофона Именно Отодвигался Вот Ну так вот И Я что хочу сказать Что Вьюшники Они просто Как наши подписчики То есть Их как бы Ну не так много Как у других каналов Но у них Зато именно Вовлечение Очень большое Вот И лучше Пусть Столько Но зато Таких Которые За Vue.js Тупо убивать готово Так Или там Голосовать Я не знаю Ну то есть Ну реально Ну то есть По факту Они проголосовали Грубо говоря Поставив звездочки И вот Я сомневаюсь Что такое большое Количество людей Можно как-то Заставить Ставить звездочки Но это просто Смешно Вот Но я Мне кажется Это говорит о качестве Так сказать Комьюнити Потому что Опять же Я напомню Вот сколько бы Я не смотрел На Сабреддите В Vue.js Ни разу там Никакого хамства Ну то есть Я это уже говорил Неделю назад Или когда мы там Записывались Вроде без перерывов Это раз было Да Неделю назад И как-то Это все Мне кажется Просто тупо Говорит о качестве Аудитории Вот этот феномен Он никогда Особо не понятен Когда Вот у каких Именно Технологий Появляется Качественная аудитория Но опять же Могу предположить Если у Vue.js Сразу была документация Хорошая Прям классная То значит Сразу туда попали Там Какие-то Ну консервативные люди Которые прям Сильно вникают В это все Что все у них Тут классно Что все здорово И в принципе Такие люди Они ну Более качественные Материал Чем какие-нибудь Студенты Которые хотят По-быстрому Подработать Там что-то На реакте Сделать Там взять И как бы А потом Я не знаю В Макдональдс Устроиться Ну я утрирую Конечно Но допустим То есть Ну Просто Мне кажется Это еще В том числе Говорит о Качестве Так сказать Человеческого Материала В Пользователях Этих фреймворков Понятно Ну Хорошо Мы что Здоровья желаем Вью Конечно Процветание Долголетие Здоровья И Ну Пусть Пусть все развивается Как развивается Я сомневаюсь Что От этого Вообще Что-то зависит Кроме Те Кротов Из Париса У него Может быть Там Ему захорошело Когда он Всю эту статистику Поднял Кто-то Позлорадствовал Может Но в общем И в целом Ни хрена От этого не изменилось Кто что использует Тот И использует И слава богу Ну и Ну и хорошо Мы используем Например Такой хостинг Как Smart Tape И Этим гордимся Как Вообще У нас обстоят Со Smart Tape Я имею ввиду Наши Мне просто интересно В прямом эфире Обсудить То Как чуваки Рефералятся С нас То есть В принципе Smart Tape Можно Прямо сейчас Сказать всем Что он работает Что чуваки Его используют Ну конечно То есть У нас Там К сотне Уже близится Количество Наших рефералов Которые Вместе с нами Используют Smart Tape Потому что Мы-то тоже Его используем Причем Мы его многогранно На самом деле Используем У нас Ни один инстанс У нас там Поднят Так сказать Поэтому Это круто Это прям Интересно Его выбирают Те самые Вот 100 человек Которые на нас Звездочки поставят Собственно Они так и поставили Звездочки А вот Есть ли У Условно У какого-нибудь Другого Блога Про Айди Разработку Есть ли у них Столько Рефералов На какой-нибудь Штуке Причем Именно Долгих Рефералов Не то что Один месяц Купили Оплатили А потом Все отвалились Сразу На другом Хостинге Как знаешь Другое Средство Да Не факт Не факт Потому что Тут у нас Тут все классно Здесь Если кто-то не понял Я просто скажу Что Мы рекомендуем Каждый раз На каждом подкасте Уже Многие 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 Подкасты подряд Хостинг Смарт Перейдите Зайдите Зарегистрируйтесь И попробуйте Наконец-то Ну да Как всегда Все ссылки Есть в описании Вот Поэтому Пробуйте И Оставляйте нам Комментарии Типа Ребята Не могли жить Без вашего хостинга Теперь все классно Так Слушай Ну вот дальше Типа твоя темка Если хочешь Я могу свою темку Вперед Чтобы ты как бы Взбодрился Да нет Я настроился Ты могешь? Давай Носом не клюю Ничем другим Тоже не клюю Поэтому все норм Я тебе Неделю назад Обещал Что будет Лонгрид От Криса Койера Да Вот И это вот он и есть То есть это просто Темку нам Ее никто не предложил Ее нам я предлагаю Вот И вариантов У нас никаких нет Там Я так понимаю Не особо про кодинг В смысле Там не особо вообще Куски кода есть Один кусок Я какой-то увидел Но Замоханный Я хотел сказать Но это Вообще Не про то Что Именно Как какой-нибудь стиль Написать А это именно Нет Это у него Именно вот эти Лонгриды Которые именно Оформляются Специальными Темплейтами Я например Я в прошлый раз Лазил уже В инспектор Смотрел у него Ну не уже Вордпресс И смотрел Классы На бодике Потому что Классы На бодике Они косвенно Говорят о том Что есть Какой-то Кастомный Темплейт На эту Странице И у него Здесь есть Именно Кастомный Темплейт Называется Art Direction Вот И у него Именно здесь Из блоков Таких все Состоит Как будто бы Он на Конструкторе Лендингов Это сделал Вот И тут Именно Шрифты Кастомно Используют То есть Это у него Темплейт На котором Возможно Он Гутенберг Юзает Просто Моя проницательность Мне Подсказывает Такое Хотя По факту Ну опять же Если бы я был Все еще Into Вордпресс Прямо Активно Я бы Наверное Знал Какие классы Оставляет Гутенберг Вот И посмотрел Именно Внутри Там Какого-нибудь Там Артикла Или там Вот Артикл Контент И какой-нибудь Вот там Есть Секшен Например И вот Именно С классом Секшен Может быть Я знал бы Что Гутенберг Именно Вот такие Оставляет Просто И все Но я Не знаю Этого Поэтому Я могу Только Предположить Так вот Честно Скажу Знаешь Почему Вообще Изначально У меня Зацепился Глаз За эту Темку Ну-ка Почему Вот Вишь Здесь На фоне Надписи Simple And Boring Светильник Вижу Потому что У тебя Такой Светильник Вот у меня Такое Из восполнения Так сказать Неизбыточных Мечт Но на самом деле Я в зале Себе планирую Такое поставить Как я говорю В зале Будет полный Ремонт Вот Но Как бы Это пока Планы Потому что Он достаточно Дорогой Он массивный Еще Он именно Высокий Я знаю Я знаю Это здорово Хреновина У меня На прошлой Работе Были Такие Стояли Они Прикольно Светят Но они Чисто Для Больших Помещений Ну то есть Для твоей Квартиры Вот да Поэтому Посмотрим Это За это У меня Зацепился Взгляд Я просто Думаю Блин Ну вот В прошлый Лонгрид Нормально Так заехал Он был Про Деление Фронтендеров На Дживаскриптеров И Верстальщиков Сессеров Так скажем Вот И он Такой Прикольно Контровершал Получился Я подумал Почему бы Не разобрать Следующий Вот Тупо Я еще Неделю назад Когда я говорил Что стопудово Это будет в подкасте Я еще его не читал То есть Если бы даже Здесь сегодня Просто говно На палке было Мы бы все равно С тобой это Рассмотрели Как собственно Все наши остальные Темки Да Так нет Как собственно Эта темка И явилась Да Это спойлер Алерт Так вот Говно на торшею Об этом У него Все лонгриды Они Именно с цитатами Людей То есть У него лонгриды Это именно Он рассуждает О каком-то Топике И он его Подкрепляет Цитатами людей Так как бы Он как автор Их комментирует Потом Ну и вот Что-то у него В итоге получается Какой-то Рассказик Про что-то Simple and boring Называется Он Долгое наступление Сегодня Как собственно И всегда Опять же По Сереже Мезенцу Работаем быстро Ну просто Это Грубо говоря Синоним нового То есть Все новые фреймворки Они simple Light А все старое Типа там Laravel PHP Я не знаю Экспресса Для Node.js Оно все boring Оно как бы Вот уже не simple Потому что Это уже старые технологии На них много Каких-то надстройок И так далее Они уже как бы boring Но зато Они решают При этом Кучу Именно прикладных задач Кучу problems Решают Да Кучу problems Они предсказуемы И они understandable То есть В принципе Он противопоставляет Именно Людей Которые Каждый раз Кидаются Какие-то новые штуки Использовать Потому что Типа будет simple Вот И противопоставляет Тех людей Которые до сих пор На MySQL На Postgres И сидят И у них Как бы все boring Но при этом Ну как бы На их плечах Там бизнесы Целые Крупные То есть реально Если база данных Это упадет То тупо там Магазины Колом встанут Какие-то Причем Ну реальные Сети магазинов Люди там Останутся без Фруктов Овощей В условном Волмарте Ну Волмарте Достаточно Прогрессивная компания Может быть Они уже На какие-то Новые SQL решения Перешли Вот Ну условный Какой-нибудь Я не знаю Barnes & Nobles Или Amazon У них Если колом Oracle их встанет Который boring Прям вообще До невозможности И ни хрена Не simple То будет Как бы полное говно Поэтому Симплисити Это конечно Классно Вот Но да И очевидно Конечно Ну тут все Это был сейчас Это была TLDR Нормальная Представьте Если это была TLDR Если TLDR То что будет Да Вот Но я постараюсь Все обсуждение Завернуть Примерно так же Как TLDR Так вот Во-первых Он говорит В принципе Простота Это прикольно Ну то есть Простота Это всегда Это как зеленый Цвет Он всегда Воспринимается Как что-то Классненькое Никто не приходит И не говорит Типа Эй команда Задизайните Ко мне что-нибудь Сложное Все хотят Что-то простое Это как бы Ну это Стопудово И говорят Но при этом Ну никто Не хочет А на самом деле Все говорят Что надо По-простому Но вот Если бы Людям Ну показать Что вот А простая система Она не будет Нормально работать Ну если она будет Прям простая Простая И вы не сможете Там зарабатывать денег То естественно Никто не захочет Простоты Вот И поэтому Тут надо понимать Что Вроде как бы Простота Это круто Ну то есть В том отношении Когда ты заходишь На проект И там много Говеного кода А ты как бы С новым веянием Ты видишь Что можно просто Его переписать Там в 10 строк И он реально Будет работать И будет работать Даже стабильнее Потому что В 10 строках По статистике Может быть меньше багов Чем в 150 Например Вот То есть Это круто И здесь Опять же Цитата Какая-то Бриджит Стюарт Которая пришла На проект Увидела Что там В каком-то проекте Рендеринг Видео Вообще Тупо сделан Абсолютно Там практически Дивы генерятся Там Ну я не знаю Здесь не написано Прям флеш Напрямую Но она не увидела Даже HTML Элементы видео Например Вот И она Подошла к чуваку Который этот модуль Реализовывал Сказала Что типа Чувак Здесь так долго Все грузится Что как бы Скорее всего Проблема в твоем модуле Надо может быть Что-то переделать А он говорит Блин нет Здесь вообще никак Нельзя переделать Вот Ну и она тут пишет Что в итоге Я на него орала До свидос И там Через 20 минут Я переделывал И все работало И было в 100 раз проще Чем у него было Вот То есть Как бы В этом отношении Симпл Это круто Да Потому что Ну это Это тупо решает Задачу Причем решает И более продуктивно Вот То есть Это не нужно Так сказать Сбрасывать со счетов Такие кейсы Всегда есть И в этом случае Симпл Это хорошо Но есть и другие кейсы Например Вот допустим Сделать хороший Аксессивов селект Это почти всегда Будет Ни хрена Не симпл И Ну опять же Очень часто рисуют Кастомные селекты И практически невозможно Нативный браузерный селект Так сверстать То есть Часто Я не говорю всегда Часто Селекты В каких-то Даже библиотеках Компонентов Они не сделаны Через нативный селект Максимум Что там происходит Это эмулируется Тоже Поведение Нативного селекта И где-нибудь Какой-нибудь человек Со скринридером Реально сможет Тоже его прочитать И понять Что это селект А в основном Там уже просто Тупо дивами сверстано И все И в модельку Куда-то уходит Именно массив элементов Которые Если это мульти-селект Выбрано И все Вот Ну и тут В чем суть Тут суть в том Что типа Надо не забывать Что уже просто В обычном браузере Все работает То есть Если просто HTML Ну как бы Не сверстать Даже просто HTML Вывалить контент То уже Это будет работать Это уже будет Аксессибал Это уже будет Адаптивно И так далее И тому подобное Но конечно Да Это будет Очень просто Но не будет Выполнять всех Задач Поэтому нужно Как бы Всегда балансировать Между Просто и скучно Вот Ну и соответственно Здесь дальше Я не знаю Что тут Это я уже сказал Про HTML А вот Дальше На красном фоне Здесь большой Кстати Я же сейчас смотрю В Firefox И в Firefox Кастомного Скроллбара Нету На CSS Tricks А ну В Chrome Это есть В Chrome Есть И в Safari Есть А вот В Firefox Нету Я просто Сейчас чувствую Что меня не сковывает Ничего справа Вот И вот Я увидел Так вот Красная цитата Здесь написано Что Мы считаем Что сложные проблемы Всегда требуют Сложных решений И мы Сразу же Сходу Пытаемся решить Проблему По сложному Изобретая Какие-то Инструменты Технологии Для того Чтобы к этой Проблеме Подступиться Но на самом деле Мы просто создаем Еще один Уровень Сложности Который В общем-то Добавляет Только еще Больше Багов Каких-то Исусов По сравнению С чем-то Здесь Первая половина Поста Нам говорит о том Что надо Не забывать О том Что почти всегда Можно сделать проще И не потерять Функциональность Вот Ну и говорит о том Что самое Тупое Это когда мы Используем Что-то сложное Просто потому Что оно новое Ну то есть Допустим Я не знаю Вышла Какое-то Более модное Библиотека Компонентов Для Vue.js Опять же И мы все Кинулись ее Типа использовать Хотя по факту Там из этой Библиотеки Компонентов Будем использовать Три компонента А все остальное Просто таскать С собой Тоже как Файловую массу Так сказать И это конечно Полный отстой Особенно если там Какие-то еще Общие стили Подключаются Которые не в Сингл файл Компонентах Которые мы Импортировали И тогда эти стили Есть Если мы их Не импортировали Их нет А если там Это все в Общем файле То конечно Плохо Вот Ну и Дальше Вторая половина Это контрпримеры По поводу того Что А скучно На самом деле Это не всегда Плохо И о том Что Такие вещи Скучные Как например MySQL И Postgres Они скучные Потому что Там почти Ничего не происходит Вот Но это и неплохо Это значит Что просто Этот инструмент Хорошо известен Понятен Все знают Как его использовать Все знают Какие фейлы Могут с ним Произойти То есть он изучен Из хороших Из плохих сторон И из-за этого Он скучен Но это не значит Что нужно Что не нужно Использовать Скучные Какие-то штуки Потому что Там есть какие-то Свежие Новые Прекрасные Которые нам говорят Что что-то будет Simple Есть место И тем Вещам Которые скучные Потому что Для них есть Просто скучные Задачи Ну то есть Допустим Сделать новый интерфейс Это почти всегда Весело Прикольно И так далее Но получить Какую-то инфу Из Google Карт Например Или там Из Reddit Или там Из Yelp Какого-нибудь API Если у тебя там Новый интерфейс Для какого-то приложения Но там Подгружаются Yelp Рейтинги Какие-то Лучше Лучше Быть Чтобы Yelp Была написана На что-то Скучном И стабильном Чтобы Весь Твой новый Super Fresh Clean И simple Интерфейс Нормально с ней Сработал То есть Должны быть Вещи Которые Скучные И решают Очень сложные Задачи Должны быть Вещи Которые Простые И которые По-новому Пытаются решать Какие-то Другие задачи Более просто Чем это было Раньше То есть Нужно Всегда Оценивать Примерно С чем Ты имеешь Дело И И да Ну и кстати Мне здесь Понравились Еще прикольчики Что типа Почему ты Мы редко Слышим Про скучные Вещи Ну потому что Они просто Работают Есть такой Редактор TextMate И говорит Это на Mac По-моему Если я не ошибаюсь Я его даже скачивал Просто потому что Ну я как бы Это как Notepad++ На винде Ну вот в таком Духе Вот Ну только не такое говно То есть он именно Хотя Notepad++ Тоже наверное Кто-то на полной Серьезе использует И он даже там Ну и прикольный Особенно там В какой-то момент Это реально было Откровением Вот Ну вот TextMate Это что-то В таком же духе И он говорит Про TextMate Вообще вы видите Часто что пишут Нет Он просто Он старый И что вот Про это тритнуть Типа Все еще использую TextMate Все еще прикольно То есть Ну так никто Не будет писать Поэтому Нам иногда кажется Что какие-то вещи Из-за того Что их нет В информационном поле Это прям совсем Полный отстой Что уже никто Не юзает Но на самом деле Просто ну никто Не пишет о том Что они это юзают Хотя и юзают То есть про MySQL Ну кто Ну что Ну там ничего Ну это как с Андернат Экспорером Да То есть вроде кажется Что ну зачем А все еще много Кто сидит на нем Вот да Да То есть И на самом деле Здесь важно Ну и тут пошли уже дальше Мотивирующие цитаты О том что Не нужно использовать Какую-то вещь Просто потому что Вы считаете Что вы там Отстаете Или что-то еще Если для вас Это работает И если это В долгую Будет вам давать Какой-то результат Ну то есть грубо говоря Вы знаете там Не знаю Какую-то СМС Или что-то еще И сделаете на ней сайт И будете торговать Лимонадом у гаража И вам этот сайт Поможет автоматизировать Это как-то То лучше это сделать Чем пытаться изучить Что-то простое Свежее Новое И не сделать Ни хрена То есть здесь нужно Всегда Как бы ну трезво оценивать Вообще А что Зачем Всегда просто помнить Что есть цель Которую нужно сделать Есть просто инструменты И средства Для достижения Этой цели И как бы все остальное Уже Не так важно То о чем подумают Там Чуваки с реддита Которые там Вас засрут Что вы все еще Юзаете mysql Они просто не знают Что у них на проектах Тоже он юзается Потому что они только Интерфейсами занимаются Условно говоря И все А когда они поймут Что у них В проекте тоже Все это есть Как бы Ну вот тут Тут-то будет И неловкая пауза Ну и здесь В конце мотивирующая Be boring От Криса Койер Что нужно Будьте скучными Да И быть классным И быть скучным Потому что На самом деле Скучным людям Ну и здесь у него Тоже цитата Что Скучному дизайнеру Доверяют И ценят Потому что Знают его Что он Стопудово делает Продукты И он там Ценит юзера И так далее Скучного дизайнера Спрашивают Он Передает Другим опыт Там Экспертизу И так далее То есть Он тебе не расскажет Что там В новой фигме Все вообще Супер классно Там Совместная работа С десятью людьми И так далее Он просто тебе Спокойно расскажет Вообще О принципах дизайна О том Вообще Как цвета Сочетать И ему будет В общем-то Ну как бы Насрать Каким инструментом Пользоваться Он там Каким-то другим По-быстрому Освоит И все А по факту Он при этом Несет Какое-то Именно Для проекта Большую ценность Хоть он и скучный Хоть он там Не выступает На конференциях О том Что там Вышли новые Вакомовские планшеты Или что-то еще Поэтому Скучный дизайнер Это один из лучших Лидеров Которые вообще Могут быть в команде Поэтому Будьте классными Будьте скучны Вот Вот такой вывод Я прям Хочу Чтобы ты Прям сильно Высказался Что-нибудь Какую-нибудь Сейчас ты мне должен Рассказать историю Как у тебя на какой-нибудь Работе был тоже Такой скучный чувак Которого как бы Ну вроде типа Никто не ценил А потом по факту Он там В закат уходил Когда он там Чинил все И вообще все Классно было Ну кстати так На самом деле Ты вот ржешь-ржешь А на самом деле Так всегда и случается То есть Модные чуваки Как обычно Всегда Что-то там Начинают делать Какие-то очень Странные вещи Долго делают Не могут ничего Починить И приходит чувак Который всегда Все чинит Который Тупо Сто лет Просто программирует На одном и том же И просто все уже знает Досконально Так всегда и случается Я думаю Поэтому Здесь Крис Корр не то чтобы Ну не то чтобы Нам открывает Какой-то Космос Новый Европу Новую нам открывает А на самом деле Просто Снова напоминает Что Фундаменталс Рулит И что Надо Вообще Все знать В своей области В плане И старого И старого Чего-то И чего-то Такого Каких-то Основ Чтобы Делать Круто Чтобы делать Короче Именно Продуктивно Чтобы делать Для бизнеса Короче Чтобы делать Ну вот В общем Чтобы мощь Что-то делать Вообще Вот Тут как бы Он молодец В этом плане Я кстати Не ожидал Я думал Там будет Какая-то Более Даже еще Менее Прикладное К айти Я думал Там будет Просто Что как Он гулял По горам И смотрел На природу Честно говоря Ну он совсем Такого На CSS Трикс Не постит Это у него На ChrisCore.net Можно увидеть Как он По горам Гулял А именно Здесь Он все равно Как-то Ну хоть Чуть Это старается Чтобы к Айти Относилось Поэтому Ну может В какой-то Момент Он скатится И здесь Даже Такое Будет Вот Но пока Нет Пока Все-таки Оно Более-менее В топик Классно Классно Мне понравилось Понравился Long Grid Несмотря на то Что в Firefox Не работает Скроллинг Может быть Это и плюс Это нужно Опять задуматься В конце И таким Висячим вопросом Оставить А может быть Это и надо Так Может быть Так и надо Да Следующая тема Которую нам Предложили На сайте Калюня Лучший Рекомментировал На yubisign.ru Немного про игры И пиксель-арт Эстетика пикселей Искусство бэкграундов В японских файтингах Он нам На sdf.ru Статью Прилагает И это Такая Огромная Огромная Статья В которой Мало текста Но много гифок Здесь просто Чувак Очень сильно Очень сильно Проникся Видимо Вообще В принципе Бэкграундами Которые были В файтингах В файтингах 90-х В основном То есть Вообще В принципе Файтинги Это Дело 90-х Минувших 90-х Потому что Сейчас Файтинги Которые Конечно же Конечно же Те самые Японские файтинги Которые он здесь Приводит Они все еще Я думаю Так и Продолжают Выходить Тем более Там целая серия Этих японских Файтингов Но сейчас Мы В основном Говорим Конечно О том Что Есть Стрейтфайтер Есть Мортал Комбат Несколько Лидирующих Файтингов Которые А-а-а Если мы Говорим Про игры А стрейтфайтер Он все еще А-а-а Или уже Нет Или уже Э-э-э Я думаю Что в определенных Кругах Согласен Что это уже Не А-а-а Если в определенных Кругах Но Я так понимаю Все таки Качество Планка Качество Все таки Уже Выше Чем Просто Для Автомата Уличного Сделанная Игра Там все таки Бюджеты Бабки И так далее Есть фанаты У этой серии Я имею ввиду Что она все еще Выходит Мне кажется Что там Может быть Не каждый год Но что-то Недавно Да Я Видишь За франшизой Не очень слежу Давай стрейтфайтер Я знаю про Великий Мортал Комбат Что вот в апреле В конце апреля Ну там Одиннадцатый будет И ты мне рассказывал Что там Сильно мясо Тупое Сильно мясо Тупое А там будет Какая-нибудь Я не знаю Там Обнаженка Или что-то такое То есть Между прочим Да Стрейтфайтер 2016 год Выходил То есть Что-то там Делают Чуть подделают И на PS4 То есть На текущем Текущем Дженерейшене Выходит Что-то там Я кстати Что вот Когда мне говорят Японский файтинг Я самое первое Че представляю Это Гилти Гир Да Гилти Гир Здесь тоже будет А Ну все Вот Так что да Давай погнали Посмотрим Че кого Короче Сразу же Первая гифка Кубик Лэш Арена Кину Ну это просто Нам Заводочку Делают Что вот Типа Круто Что вообще В файтингах 90-х годов Такие бэкграунды Прорисованные Такие задники Классные Пойдем Таиланд Напоминает Очень Да Да Например Вот серия Art of Fighting Первая часть Art of Fighting Вышла в 93-м году На аркадных автоматах Здесь вообще многое Что на аркадных автоматах Вышло Чуть позже Была портирована На многочисленные Домашние консоли Включая Neo Geo Вот И короче говоря Ну это дорогая Была хреновина Потому что она Выходила на дорогой Консоли Короче Дорогие картриджи Вот И посмотрите Как в Art of Fighting Вообще Прорисовывают Тоже бэкграунды Классно Например Вот здесь Такой Я бы не сказал Что это киберпанк Это какое-то Я не знаю Что-то такое Классное С байкерами Короче Вот Max Bar Арена Джека Здесь кстати Надо отметить Что у многих Арен То есть Это как бы Как вы понимаете Раз это файтинг То это Именно Какая-то локация На которой происходит Драка Скажем так Сражение Вот Кстати говоря Очень любят Привязывать К определенному герою То есть Вот например Я пытаюсь В Mortal Kombat Вспомнить В Mortal Kombat Там Скорпион слейер Я помню Да В Mortal Kombat Там кстати Они больше делают Именно по каким-то Ключевым Знаешь Типа Сюжетным Аркам То есть Вот здесь Там происходит Здесь была драка За то-то Здесь было То-то То-то Вот А у многих Файтингов Именно Типа Обитель Условно Обитель Такого Персонажа И там Все в антураже Его естественно Сделано Ну парочка 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 В Mortal Kombat Была В Mortal Kombat В Mortal Kombat Ты все время Сражаешься В соборе В каком-то Вот Там где Улица И по ней Идет Пыль Там всякие Газеты Летают Это типа Страйкер Это его город Вот Но это опять же Это именно как в фильме Было Когда он вводит Этих персонажей И там Их вводят Именно на их Так сказать Аренах И вот Ну это Как бы да Это и Арены персонажей И там Ключевые моменты Там Фильма То есть Как-то так Вот Продолжим Про Art of Fighting И кстати Art of Fighting Первый файтинг В котором появилась Динамическая камера Обзоры Арены Увеличился Или уменьшался В зависимости От того Насколько Один боец Отдалялся От другого То есть В принципе Эти бэкграунды Еще можно было Рассмотреть По прикольчику Ух ты Также Это одна Из первых игр В которых появилась Давай я сейчас Подойду Только не бей меня Порассмотрим Арены И там естественно Бил тот человек Дай вот сейчас Я вот это попробую Классическое Да Ну вот Дальше можешь видеть В Art of Fighting Что тут вообще Классно все сделано Арена Джона Например Это какой-то Милитари тема С вертолетом Вот этим Челиками Которые стоят Там сзади Какие-то там Солдаты Дальше Хотя Тут Какие-то Джеки Джоны Снова Джек И тут уже Именно бар Он видимо из-за того Что байкер У него тут Бары сплошные Вот Арена Ли Это Чайна Таун Китай А В Art of Fighting 2 Тут очень сильно Прорисовано Просто Если вот Посмотреть на Арену Ли Там дальше Ниже будут Еще тоже Достаточно Детализированные Бэкграунды Просто Сколько Надо потратить Чисто на один Бэкграунд Вот Именно На закрасочку Всего Это же все Пиксельное Дерьмо Это же Пиксель-арт Тут чуваки Не скупились На время И на силы Видимо Они по борингу Чисто сидели Возможно Они сидели В позе лотоса Опять же Одной рукой Рисовали Другой рукой Медитировали Так скажем Вот Арена Джона Опять Милитарий Какая-то тема Арена Эйдзи Тоже В Art of Fighting 2 Тут Какие-то Самолеты Прилетели В аэропорте Вот Art of Fighting 3 Между прочим Дальше Здесь тоже Достаточно Проработанные Такие Классные Мне нравятся Бэкграунды Прикольные Тоже Прям Для каждого Практически Здесь уже Кстати говоря Не посвящено Каким-то Конкретным Персонажам А именно Просто места Типа Мексика Там Причем Здесь еще Они именно Динамичные Ой Там дальше Где Fatal Fury Там Так смешно Все движется Да Вот Fatal Fury Это видимо Более Старое Дерьмо Чем Art of Fighting По крайней мере Судя Или более простое Более дешевое Я не знаю Потому что Оно Видно Как выглядит Там во-первых Цвета смешные Сделаны Достаточно детские Вот Во-вторых Короче Смешная анимация В принципе У гифочек Мы видим Ну и Прикольно Здесь вот Например Долго Вот есть Терри Богард Главный герой Франшизы В Fatal Fury И Его арена Это просто путешествие Мимо Горы Рашмор Вот где Вот эти лица Линкольна Лица президентов Великих Можно увидеть Как они дерутся Практически на поезде На этом Который едет Видишь Да Я уже Сильно дальше Даже дошел Да Ну вот Fatal Fury Он вообще Классный Везде На самом деле Видно Что С частью Следующая Fatal Fury 2 Real Boat Fatal Fury 2 Уже видно Как супер Классно проработано Прям Уже становится Как-то круто Я вот только не понимаю Это вся сцена Или это кусок Потому что Там же обычно Ты ходишь Туда-сюда И там Двигается камера И тут Видимо Она не двигает Здесь не двигается Если это Именно только часть Но там тупо Тогда они На фоне Одной свиньи Маленькой Это будет И как бы Они как будто Маленькие А свиньи гигантские Если все в размер То тут по идее Еще там по бокам Что-то должно быть Но видимо Нам тут в гифках Хотя бы Ну Статику показывают Так сказать Не двигая камера Оно либо двигается Оно либо двигается Либо это наоборот Все То есть Ты наоборот На более приближенном Смотришь И можешь отойти В разные бока Вот этой картиночке Чтобы Ну или так Да Но тогда опять же повторюсь Там где человечки Там очень тупо Что ты отходишь И ты увеличиваешься И уменьшаешься По сравнению с человечками Хотя по факту Ты типа Ну примерно В одном месте ходишь Ну не знаю Ну да Это 90 Понимаешь Ну согласен Да Гилти Гир Опять же Гилти Гир Любят за три вещи Ураганный геймплей Мощный саундтрек И харизматичных персонажей У каждого героя Здесь свое уникальное оружие И стратегия боя Дизайн мира Вдохновлен Различными Научно-фантастическими Аниме-сериалами И мангой Да и сама франшиза Изначально задумалась Как идеальный файтинг Для фанатов аниме Или аниме Точно Если правильно говорить И здесь мы в натуре видим Что здесь чисто уже Более анимешные персонажи Везде То есть именно на бэкграундах Арена Мэй Арена Джем То есть здесь Прям все в антураже Аниме сделано И как-то Ну тоже классно Здесь краски Не сильно глупые То есть цвета подобраны Прикольно Круто так Достаточно правдоподобно Реалистично я бы сказал Вот Прикольные анимации Вот здесь вот например Арена Айно В Гилл Тигер 20 Возможно это вообще Недавно вышла игра Вот Классно сделана Анимация воды Прикольно Вот Есть просто сделаны Короче не гифочками А отдельно просто Картиночками Вот Дальше короче Серия Марвел Против Капком И это целая серия Именно файтингов Которые где Именно чуваки из Марвел Сражаются против чуваков Из условных Стритфайтеров Вот Ну против капкомовских Чуваков всяких Здесь тоже сделано Не гифочками Немножко Но здесь есть Классные Здесь есть классные Вот например Марвел Суперхирус Версус Стритфайтер Арена Манхэттен Здесь в натуре Прикольно Короче Полицейские Тачки стоят Очень Атмосферные Там просто еще Низ есть Как будто Да Есть низ Можно провалиться Да Можно провалиться То есть Я просто сейчас Я сейчас вспомню Что у нас есть еще Слушатели в этом Слушатели просто Представляете Здесь Типичный такой Желто-коричневый город С закатом А внизу Трущобы Как в черепашках Ниндзя Именно кирпичные Такие Своды Где каналка Посередине Лестницы Там и так далее Мне кажется Таких даже в реальности Не существует Это уже именно миф Который киношники Придумали Что такие красивые Каналки Кирпичные Оно в реальности Возможно все не так Хотя С чего бы тогда Именно это так придумали Не знаю Ну да Давай дальше Пройдем к следующей игре Pocket Fighter Например Здесь наоборот Цвета очень детские И все яркое такое И быстро все двигается Анимации очень быстро Короче Хреначат Прямо по эпилепсии Возможно это просто Специально так Ускорили Но здесь прям Видно Виден стиль Здесь классно В Pocket Fighter Арена Тесса Дэн Самая последняя гифка Здесь короче Очень классно Лев Так скажем Намыливает свое ружье Около камина Возможно это даже И не лев Я не знаю Возможно это какой-нибудь Не знаю А нет Да чуваки Это не эфемизм Здесь реально лев С гривой И реально намыливает На кисле Около камина Правда тут не камина Какая-то Суперпечь Суперпечь Да С какие-то У него Гарнила Или что это Как называется В форме рожицы Такой именно злой И там реально Он чистит ружье Именно помповое Такое в руках Серия Samurai Spirits Очень детально Проработанный Бэкграунд С огромным Количеством людей Например Вот эта пиратская Гифка Где короче Куча просто Целые Не знаю Две команды Корабля Ты дерешься За разных Чуваков Там арена Галфорда Вот это вот Samurai Spirits И вообще здесь Где самураи И где пираты Но видимо Галфорд Это какой-то пират Который в Японию Как-то заехал Случайно Возможно Здесь вообще много Всего с водой связано Вот например Арена Ну логично Япония Вода Все правильно Там в принципе Острова Все на воде Завязано Так или иначе Там такая Темная бухточка Луна И скалистый Такой подход То есть здесь Не пляжик именно А именно со скал Нужно нырять Как бы сразу Да Да Здесь вообще классно Мне нравится Вот именно У Samurai Spirits Здесь прям Как-то Я не знаю Это напоминает В натуре Какие-то наши уже Игры В которые мы Играли Здесь вообще много Чего напоминает Игры в которые мы играли Но Здесь именно Определенно Что-то есть Вот в цветах Или в чем-то Дэндиковское Такое Ну согласен Мне просто интересно Насколько вообще Такие анимационные Бэкграунды Когда так много Анимаций Не отвлекают От процесса Я думаю Что скорее всего То что происходит На экране Еще более Я понимаю Что это японцы И у них как бы Это все В порядке вещей Так сказать Эпилепсия Все это Вот Ну вот например Здесь Samurai Spirits 2 Арена Никотина Здесь Чтобы вы понимали Такое супер болото На котором Именно туман Ты имеешь в виду Арена нормального человека И арена никотина Вот И здесь такая лестница Во-первых Это напоминает Один из замков Героев 3 Меча и Малька Во-вторых Напоминает Одну из арен Морталика Где на деревьях Рожи появляются Да Или это не Морталик был Не помню Морталик Морталик Вот здесь тоже И тут мало динамики Здесь фонари всего лишь Потрескивают И там дымок Чуть-чуть двигается Вот такие приемлемые Такие прям прикольные А вот там где именно 100 тысяч пиратов Хотя опять же В Морталике Была арена Где именно просто Она именно Смертельная битва Там где На трибунах Чуваки сидят Да-да-да-да То есть там в принципе То что такое было И вроде не отвлекало Особо Там как-то очень много Земли было То есть ты именно Больше концентрируешься На земле Да-да То есть там где Ходят именно персонажи И там вот эта вся динамика Она где-то сзади была И ты на нее Да Не особо смотрел Ну вот еще про скроль Опять же В Самурай Спирит Самурай Спирит 5 Порт Нагасаги Тодзима Очень круто сделано Что ты как будто Дерешься на самом корабле Тебя именно укачивает Возможно Вот от такого файтинга Если долго не можешь Победить босса Так скажем Ты наблюешь Просто реально будет Морская болезнь Порт Нагасаги Тодзима Слушайте Просто представьте Здесь на переднем плане Корабль И он стоит А именно бэкграунд На заднем фоне Двигается по кругу Вверх-вниз Влево-вправо Вот И как бы кажется Что это качка Вот Хотя ну видно Просто тупо видно Что именно корабль стоит И это именно бэкграунд Сзади слайдится По кругу Вот Но действительно Как-то даже в пиксель арте Смогли передать Вот эту морскую Штуку Это прикольно Это молодцы Далее после Самурай Спирит Идет серия Стритфайтер Ну Стритфайтер Все Крутые пацаны Здесь кстати Достаточно Смешные бэкграунды Очень резко Быстро дергающиеся И я понимаю Что это скорее всего Ускорено Но Во-первых Смешно Просто еще Неравномерно Быстро То есть Вот где Китай Арена Чунь-ли Там крутится Вот эта ленточка Барбершопная Вот И там моет Какая-то тетка Не знаю Что-то Под водой Там уже просто Как обычно Помои выливают Да Там неравномерно Естественно Двигается Поэтому Тут Наверное С гифками Тоже Какая-то Тема Ну да Здесь Очень кстати Классно Мне нравится Что у Стритфайтер Есть какой-то Такой Свой стиль Они Более Японские Что ли Я не знаю Вот Когда смотришь На это Здесь Уже Другой Дух Ощущается То есть Я не знаю Они какие-то Цвета Используют Свою Стритфайтер Больше Светлых И песочных Тонов Какие-то Да Из-за этого Какое-то Ну Не знаю Уже Другое То есть Не американское Какое-то А именно Очень японское Такое Прям Да Вот здесь Можно увидеть Как куча людей Гонконг Арена Чунь-ли Куча людей Просто едут На велосипедах Вот Я тоже не знаю Как посреди этого всего Драться Но я думаю Они медленнее едут Во-первых Во-вторых Тебе Скорее Интересно Как Комбочку сделать Как обычно Поэтому тебе похрен Кто там что едет Да Ты просишь сейчас попробовать Не бить пока В этот момент Да Ну еще много Много Всяких разных гифок У стритфайтера Здесь на самом деле Можете просто Понаслаждаться Особенно кто Любитель пиксель-арта Это просто вот Можно Как тот лев С ружьем сидеть На самом деле На всей этой статье Вот Я не могу там Пасхалка еще По бреду Что если там Стоит чувак Типа с дамой И если присесть С женским персонажем То чувак Начинает на твою Жопу смотреть И ему пощечину Дает Прикольно Прикольно Даже такой бред Смогли сделать Да Они вообще В принципе Гении Я согласен Дальше Серия The King of Fighters Здесь надо что-то Отметить Конкретно Здесь Странная графика Как Знаешь Мне чуть-чуть Напомнило Здесь Немного Странно Вот нарисовано Именно в 94-м году Пиксели Как будто Вормс 1 Вот если ты играл Вормс 1 А ты играл Скорее всего Вормс 1 И если наши слушатели Вообще знают Такую игру Червячки Первые Это где Короче Червячки Были не так Классно Нарисованы Как в других Вормс А именно Червяк состоял Просто из линий В несколько пикселей Даже не толстый Не в 2 пикселя А в 1 Условно И это было Так тупо И смешно Что я когда После новых Вормсов Играл Вот в первых Вормсов Я орал Вообще С этого дерьма И здесь тоже Вот именно 94-го года Так смешно Все нарисовано Как будто Вормс 1 Честно Вот признаюсь Мне напомнило Чуть-чуть Дальше конечно С годами The King of Fighters Особенно Самая первая Где арена Бразильской команды Там какие-то обезьяны Просто детские Я на нее и смотрю Там еще снизу Бананы Как будто Раскопированы Просто были И это конечно Непрезентабельно Но дальше У них уже Даже в 95-м И 96-м Там уже все круто Там уже Американские дороги США Арена South Town Railroad At noon Там уже именно Реднеки Ковбои стоят Только в железной дороге С фурами Там пьют пиво Поэтому там Круто В принципе все Сейчас я скажу Давай может быть Мы остановимся На этом Но в принципе все Вот примерно В таком плане Мне очень понравилось Я в принципе Посмотрел Всю статью И кайфанул Очень сильно Потому что здесь Вообще есть крутые Ну кстати Вот если ты Давай еще промотаем До других файтингов Типа другие файтинги В конце Вот И там Короче Будут Очень крутые Например SNK WC Capcom Station Obsolet Station И там уже Какой-то вообще Разрушенный Апост-апокалиптический Какой-то Такое Прям Знаешь Это нужно Ставить Если Кто-то Допустим Стример Ставить на Заглушки Короче Афкшные Именно гифки Что короче Вот такие Под фуллаут Или под что-нибудь Такое Да Там именно Вдалеке Москва-Сити Условная Небоскребы И вроде как Жизнь А тут на переднем плане Уже все Покосившиеся Электромагистрали Уже раздолбанная Железная дорога Там заржавевший поезд И тут Конечно Да Оно прям Кайфово Достаточно Сделано Да Ты можешь что-нибудь Вспомнить Какой-нибудь Свой любимый Бэкграунд Хотя бы Из Mortal Kombat Могу Там где Давай Я не знаю Это как-то связано С рептайлом Или нет Там где Ты в самом низу На помостках В кислоте Сражаешься И там есть Там всегда же было Почти на всех сценах Stage Fatality Stage Fatality Это когда ты Именно на этой арене Куда-то там Ну он делает Апперкот Персонаж И куда-то Выпадывает Либо в кислоту Либо вниз На шипы Либо еще Есть именно Некоторые сцены На которых есть Stage Fatality Вот это одна из сцен Где была Stage Fatality Где ты тупо Делаешь Апперкот Твой противник Падает в кислоту Он сразу же Весь обугливается И именно потом Хоп И скелетик Всплывает И плывет Именно уже Скелетик От него Да Я понял Вот это Это прикольная Причем Она была повторена В разных Частях Mortal Kombat А мне кажется Они повторяют То есть я вот Короче Знаешь этот лес Мне очень нравится лес И он По-моему во всех частях Чуть ли не есть Там короче Именно какой-то просто лес Видимо где Должен сражаться Саб-Зиро Наверное Со Скорпом Какой-то он такой Заколдованный Короче Ну да Скорее всего Это именно этот лес И да Это прикольно Повторяю Да И он просто есть Да И он есть в десятом Точно И короче В общем Прикольно Десятый Это во многом В смысле ремейк Поэтому Да Там же в принципе Воссоздана вся история Опять про смертельную битву Ну да Там еще и про деток Снова Там же про молодых Тогда я с девятым путаю В девятом точно Тоже было И девятый Точно ремейк Ну все Ну и в девятый Я тоже помню Играл И тоже да Классно Классно Че пойдем дальше У нас Погнали У нас дальше че Патреон Или еще не Патреон Да Патреон Ну придется тебе Что-то это Давай Патреон Ну нет Ты как хочешь Я могу в принципе сказать Потому что тебе там дальше Еще Это фейсбук разгребать Ну фейсбук разгрести Не сложно Ну давай Ты начни А я подхвачу Давай Я начну просто Расскажу Что вообще Есть такой сервис Патреон И мы на нем есть То есть наш проект Ewebdesign Есть на patreon.com patreon.com slash ewebdesign Этот сервис Нужен для того Чтобы поддерживать Любых Любые вообще Начинания Любого чувака И вы можете поддержать Наши начинания Возможно Наше кончание Вот И короче говоря Чтобы Это поддержать Вам надо Тупо Стать Подписчиком За какое-то Количество бабла Которое вы выберете В месяц Можете выбрать Сами Кастомно Можете выбрать Под какую-то Определенную награду Которая там есть То есть Выбрав Например Там Пятибаксово Или десятибаксово Вы получите Соответственно Награду Которая там написана patreon.com slash ewebdesign Что у тебя есть Продолжить У меня есть Продолжить Что какую награду Вы не выбрали Вы получите Взамен Наше Пришоу А наше Пришоу Это еще 30 минут Интересных Историй Которые мы записываем Перед подкастом Не после подкастом Не после подкаста Уже Вареные Никакие А именно Перед подкастом Пока мы еще Свежие И бодрые Вот И там реально Прям супер Откровение Которое вы нигде Больше не услышите Практически В какого цвета Трусах Мы сегодня записываем Подкаст Да Да Вот И это я считаю Это дорогого стоит Это ни на что Нельзя обменять Вот Поэтому Дорогого Ты имеешь в виду Больше чем 1 доллар Ну хотя бы 2 Да Это я согласен с тобой Хотя даже Однодолларовые патроны Получают наше Пришоу Потому что оно просто Именно для всех патронов Любых мастей Так сказать Доступно Поэтому Тут да Ну и есть разные награды В том числе За 40 баксов Можно собственные темки Обсудить Я считаю Попасть за 40 баксов В наш подкаст Это блин Это дешевле Чем за 100 тысяч Сделать дизайн у Лебедева Вот именно А эффект в принципе Практически тот же Возможно лучше Я думаю Что лучше в несколько раз Ну в общем да Patreon.com Слышки вебдизайн Поддерживайте нас Спасибо всем Кто уже поддержал Да Давай пойдем к фейсбук Да Новость С newsroom.fb.com То есть это именно Официальные Фейсбучные новости И это не первоапрельская шутка Я уже проверил Смотрел И спросил Это нам в патроновском чате Кстати тоже предложили На патреоне есть Точнее не на патреоне Есть тип патронов Которые имеют доступ В наш закрытый чат В котором уже много людей Там в принципе Живые обсуждения происходят Интересные Поэтому Собственно мы там даже обсуждаем Дальнейшую судьбу проекта В принципе если мы не в настроении Я даже свою дальнейшую судьбу Там иногда обсуждаю Это правильно Потому что эти люди Они Они в принципе могут Любые решения принимать В этой жизни за нас Настолько они компетентны Так вот И У фейсбука Чтобы ты подумал Обновление Точнее даже не столько обновления У них Происходит некое Обнародование Их алгоритма Вот этого Который подсовывает Релевантный контент Вот И Я Поспешил Естественно Накатить себе Фейсбук У меня не установлено У тебя установлено Вот приложение Фейсбук Я тебе подудю Неудобные вопросы На телефоне? Да Нет к сожалению Вот реально не установлено У меня есть твиттер Вот тебе подходит твиттер? У меня нет У меня тоже есть твиттер И мне не подошел И мне пришлось Установить На фейсбук Чтобы посмотреть Так вот У них уже была Хрень Внедрена Еще в 2014 году Называется Почему я вижу Эту рекламу И реально На рекламных постах Если ты жмешь Три точечки Там всплывает Список действий И одно из них Почему я вижу Эту рекламу И вот Это мне сегодня Удалось воспроизвести С 2014 года До меня докатили Тоже Это изменение Там была Гугловская реклама И я просто Ну Назал Почему я вижу Эту рекламу И там был Только один фактор Гугл пожелал Показывать Это объявление Всем людям От 25 до 34 лет From Челябинская область Окей Так Так То есть здесь Таргетинг Прошел Тупо по Географическому И возрастному Признаку Вот И их новый Механизм Почему я вижу Этот пост Который они Представляют нам Сегодня Точнее Два дня Назад Он конечно же Говорит Возможно на русском Просто нету Еще не перевели Ну реально Я только так Это оправдываю Вот Потому что я посмотрел Там в принципе У меня Самое Ну я же заново Поставил приложение Очевидно Но было последней версией Вот Ну я посмотрел ролик У них здесь Двухминутный Посмотрел скрины Теперь у каждого поста Будь то Новость вашего друга Или новость Из паблика Какого-то Есть кнопка Почему я это вижу И почему вообще Такая кнопка есть Ну казалось бы Ты подписан уже На людей И на паблики Типа Ну ты Очевидно Почему ты это видишь Что ты подписан Вот Но тут же в чем суть Суть в том Что тебе в фейсбук Какие-то Раньше показывают То есть он же Не хронологически показывает Он показывает По релевантности Если вдруг Тебя интересует Релевантность То теперь Ты ее можешь видеть Ты жмешь Почему я вижу Этот пост И там тебе Показана Прямо по статам Вы С этим человеком Друзья С такого-то года А в этой группе Вы С такого-то года Член этой группы Кстати Именно Этого друга Вы лайкали Больше всего Его посты Чем у других Вы на его А еще У фоточек У типа поста Фоточка Вы комментов Больше чем у других Оставляете Чем в других Медиатипах Ну и например Если это из паблика То этот пост В этом паблике Более популярный По сравнению Со всеми остальными Вот И тут Причем на каждой Из них Опять же Есть Есть и действие В том числе То есть Это не просто Информация Это еще и Призыв к действию Ну типа Можно Отфоловить Этого чувака Или сказать Не показывать Его больше Или там Не показывать Этот паблик 30 дней Вот такие штуки Разрядить Как-то себя И в принципе Да Ну и опять же Если там написано Вы лайкали У этого чувака Больше чем у других Ты можешь нажать И там прям Показано Твои последние Лайки У этого чувака Вдруг ты это Как-то в бреду И делал Может быть Может быть Оттуда прям Дислайкнуть Обратно можно Это я не знаю Не готов ответить Потому что Воспроизвести Не смог Я прям хотел Поиграться Так сказать Но вот Не получилось У меня в тот момент Вот То есть Вот такое нововведение Они ввели в фейсбук И Я посмотрел видос Где они обосновывают Это То есть Они говорят Что Всем людям Очень понравился Инструмент Почему я вижу Это объявление Я причем Не знаю Как они это поняли То есть Наверное По отзывам Но в том числе Видимо у них Все-таки Статистику Это приложение Какое-то Собирает Вот И они видели Что есть Какое-то вовлечение В этот инструмент И они решили Что здесь тоже Будет Какое-то вовлечение Ну и в том числе Опять же Если люди будут Еще более кастомно Это настраивать У них не будет Фрустрации По поводу того Что что-то показывается Не то что они хотели Они будут Тупо больше времени В приложении Проводить И все То есть я думаю Я думаю Вот тут Как бы К этому Все в итоге Сводится Вот И поэтому Если люди Считай Рекламу Под себя Подстраивали И чтобы Ее больше Показывали То теперь Они будут Весь Ньюсфид Под себя Подстраивать И больше В нем Сидеть Соответственно То есть Ну Профит Как бы Что еще Надо Хотя В общем-то Это все Делается Ценой Того Что Ну Они Какую-то Часть Своего Алгоритма Грубо говоря Нам Показали Возможно Они еще Увеличили Количество Показов Рекламы Именно Штучек То есть Типа Классно Но Типа Все равно Нравится Посмотри Вместо Трех Пять За раз За день Ну Тут тоже Может быть Да Я Не об этом Я говорю Вот представь Мы с тобой Хотели сделать Социальную сеть И мы просто Подумали Какой вот Умный алгоритм Придумать Тут Считай Все есть Тут Прям Показано Что Если Это человек Смотреть Больше ли Ты у него Лайкал Ну Понятно Что Легче Сказать Чем Сделать Ты Попади Еще Эти все Алгоритмы Реализуй Но Как бы Тут В принципе Какая-то Часть Тайны Так Сказать Приоткрыта Как Именно Это Все Рассчитывается И Какого Хрена Да Да Согласен Есть Немножко То есть Практически Мы увидели Какие-то Закулисье Чуть-чуть Хотя Там Возможно Ржут А не Этот алгоритм Знаешь Там Еще Возможно Хуже Что-нибудь Там Типа А дальше Идет алгоритм Знаешь Типа Смотришь Вниз А там Как Вот Лутбоксы Выдаются В какой-нибудь Игре Дальше Короче Там Еще Какое-нибудь Такое А потом Как Как на Перстке Целая цепочка Странных И по незнайке На Луне В итоге Там Внутри планеты Сердце Такое Металлическое Бьется Просто И как-то Там Все плохо Ну Это у Марка Сукерберга Я думаю Железный Сердце Бьется Это точно Просто На полсекундочки Даже Я когда Вот это Все узнал Мне захотелось Фейсбуком Пользоваться Но это Только на полсекундочки Пока я не поставил Приложение Опять Не наблевал Но Тем не менее Как бы Полсекундочки Мы их и не захватили Ну видишь Молодцы Может еще Приоткроют Может еще Полсекундочки Ну да Ну да Что пойдем дальше Ну я не знаю Вдруг ты что-то еще Хочешь сказать Типа блин Ну от фейсбука Не ожидал Молодцы Или не знаю Я слушать Как-то Вот абсолютно Холодно отношусь Они скоро Вообще все Везде приоткроют Но будет Так же Противно Как-то ими пользоваться Честно Не знаю Я даже не потому Что противно Не потому Что знаешь Сейчас же Это модно Что Марк Цукерберг Это на самом деле Там рептилоид И так далее Не поэтому А просто Да неудобно Мы же да Мы с тобой Это годы обсуждали Ну отмерло Я это как бы Я выбросил Это просто Лишняя рука У меня была И Не нужна Ладно Пойдем дальше Носыч Прокомментировал Носыч Поставил во-первых Себе аватарку У нас на сайте Молодец Хвалю Увидел В канале Digital Ева И думаю Новость подходящая Для понимания Как это Мы как будто Пропиарили Сейчас кого-то На халяву Для понимания Возможности Фейк-Ньюс И насколько Можно управлять Менением людей И что И цитата На днях Ютуб подкинул Историю Про парня Который зарабатывал На жизнь Написанием Фейковых отзывов На TripAdvisor Потом Его так сильно Шандарахнул Что он решил Провести эксперимент И сделал Не только Фейковые отзывы Но и фейковый ресторан На странице которого Располагались Эти отзывы За 6 месяцев Парню удалось Вывести Рестик В первую позицию Рейтинга Ресторанов В Лондоне А потом И по-настоящему Открыть заведение Об этой истории Подробности По ссылке Есть русские сабы Давай пока Вот про Про этот абзац Поговорим Короче TripAdvisor Это Сервис Сайт На котором Можно оставлять Отзывы О различных заведениях Как Что Как Как этот Йелло Или как Йелп Точнее Простите Йелл Короче Тут в основном Естественно Про То куда вы ездите Где вы ездите Где вы кушаете То есть Именно такие вот Не про Хотя может быть Там слушай И про Гостиницы Есть На TripAdvisor Я честно говоря Опять же Не сильно пользуюсь Этим сервисом В скобочках Не пользуюсь Тем не менее Вот про рестораны Там можно Вообще Про еду Про рестораны Это вот Самое Для TripAdvisor Короче И чувак Я посмотрел ролик Я его Не то чтобы Там полностью Именно Сел И вот так Смотрел Но Я именно Полностью В курсе Что там Про что там Короче Чувак Англичанин Судя по тому Как он говорит Возможно Он конечно Какой-нибудь Ирландец Но он Именно Очень сильно Говорит TripAdvisor Очень сильная У него там До свидос Вообще Вот И он Такой Дефолтный Короче Он одевается Полностью Как британ Я такое чувство Что я смотрел На чувака Из Трейнспоттинга То есть Он супер Дефолтный Британец Короче Вот Возможно Вы потом Поржете И он на самом деле Но его зовут Уба Батла Вот Во-первых Он Уба Возможно Это не совсем Английское имя А какое-нибудь Что-то такое Очень европейское Но он Батла Очень сильный И короче говоря Он В натуре Придумал Такую тему Что Короче Он понял сначала Что в принципе На TripAdvisor Врут Да ладно Что в принципе На TripAdvisor Пишут Слишком лесные Отзывы Или купленные Отзывы И так далее И он такой думает Ну блин Прикольно же В принципе Это использовать И Все что вообще На TripAdvisor Есть настоящего Это Именно места То есть он понял Что Все что типа Врут Ну то что Отзывы Это как бы сугубо Такая субъективная вещь Вот Но в принципе Место оно всегда есть То есть Про которое пишет отзыв И он говорит А что если Не сделать так Что вот это место Тоже будет фейковым То есть И место тоже фейковое Короче он делает Следующее Он делает номинальную симку Ну я не знаю Насколько там Можно номинальные симки Делать в Англии Вообще Но Берет Покупает Тупо там С какую-то Левую Значит Сим-карту На левый телефон На Samsung За 800 рублей То есть Наверное За 1 Евро Так скажем Вот Да Лондон Все правильно Написано Поэтому вроде Я не ошибся Что он Баттла Короче говоря Он Далее Регает на эту симку То есть Как зарегать Заведение На TripAdvisor На какой-то номер телефона Регает его Этот ресторан И начинает Значит Своими вот этими Системами Своих друзей Каких-то ботов Там и так далее Просить Чтобы они Оставляли фейковые Отзывы Про его ресторан Но Перед этим Он еще делает Вообще гениальную вещь Он делает Короче Заполняет Полностью Всю инфу Так как у других Ресторанов Классно То есть Все у него заполнено Название Значит Там Описание И так далее И самое главное Он делает меню Он просто Короче Он во-первых Живет на сраной даче У себя там где-то В Лондоне Там где-то короче Ну не в Лондоне В самом А видимо Около Короче просто тупо В саду живет Представь себе Обычный сад Дефолтный То есть даже не то Что у него там Гениальная Там замок А просто у него Короче одноэтажное Такое здание Где лопаты валяются Там просто Короче грабли И просто тупо Сад у него Короче И он Значит В этом саду живет У него там видимо Есть интернет Все такое И он короче Просто на обычном столике Берет Взял где-то обычную Тарелку Хотя бы мытую И туда положил Именно бред Просто знаешь Положил Очень красивенько Положил Прямо из самого сада Короче Петрушку Ее красивенько Там посыпал Чем-то Дальше Короче Положил Тупо омлет И там Показывается Как он Свою ногу Кладет Под омлет Ногу свою И короче Как-то так Круто Фоткает Что это Как будто Там яичница С курицей Условно То есть Там просто Именно бред Он берет Короче Вместо Этих Которые мы Сане дарили Как ее Фондюшницу Там Что-то Типа Фондюшницы Только Он вместо Этого Берет Какую-то Там Пробку От чего-то Там Пластиковую Ее украшает Как будто Это еда Короче Там именно Фейковое Дерьмо Абсолютно Никак С едой Не связано Это нельзя Есть Если что То есть Он просто Фоткает Какой-то Бред Который Очень похож На еду И на вкусную Еду Похож То есть Просто Фейковую Еду Фоткает Заполняет Это все Дальше Как я говорю Друзей Ботов Делают Очень много Фейковых Отзывов И начинаются Звонки То есть Реально Начинают Ему люди Звонить Типа Можно у вас Забронировать Столик А у него Именно Там Типа На бронь У меня Бронирование То есть Там Именно Так То есть У него Нельзя Просто Пройти Значит Только Бронирование Короче Ему Звонить Начинают И он Каждому Начинает Отвечать Извините Столики Сейчас До свидос Заняты Все Короче В ближайшую Неделю Все Расписано Вот Значит Позвоните Попозже Все Ему Звонят Звонят Занят Он Всем Отвечает Короче Что Все Занято Все Занято Все Занято И Короче Вот Через Все Это Через Какое-то Время Огромное Количество Отзывов Вот этих Фейковых И вообще Какой-то Просто Тупой Хайп Непонятно На чем Сделанный Короче Приводит его К тому Что он Просто Становится Топ-1 Ресторан В Лондон Просто Попред Вот настолько То есть Прямо Реально Именно Да Реально Топ-1 Что такое Топ-1 Это уже Большая Ответственность Как ты Понимаешь И в какой-то Момент Он решает Реально Устроить То Что все Хотят То есть Ему все Пишут Блин Чувак Короче Мы не Знаем Мы хотим Пройти В твой Ресторан Реальные люди Хотим Пройти В твой Ресторан Ты Топ-1 Ты Лучший Как бы В Лондоне Мы хотим К тебе До свидос Прийти Огромные Бабки Платим То есть Такое И он Короче Людям Реально Перезванивает Этим Людям Короче Просто Они по фану Устраивают На его В его саду Тупо Просто Чаепитие Короче Вообще То есть Просто В саду Чаепитие Для чуваков Которые Пришли В самый Лучший Ресторан Лондона Он их проводит Там С закрытыми Глазами Завязанными Глазами В свой сад Чтобы они Не знали Где адрес Типа Находится Вот Короче И они У него сидят Значит Пьют чай И орут С того Что они Просто Купились На то И они Как бы Сами Сквозь Это Понимают Что В принципе Отзывы На TripAdvisor Это хрень Полная То есть Типа Они сами Купились На то Что Чувак Там Фейковые Отзывы Оставил Вот В принципе Все Подожди А то Что по-настоящему Открыть Заведение Ну Слушай Вот Это Я так понимаю Ничего Не открыл То есть Он Просто Порофлил И они В саду Это сделали Нет Может быть Они потом Где-то Открыли То есть Но Конкретно Здесь В ролике Рассказывается Именно Как они В саду Это делают Нет Может быть Они теперь В саду Уже И устроили Ресторан Но Конкретно Именно Было сказано Что я Пригласил На такую Вечеринку Где По прикольчику Украсил Свой сад И Всем показал Что это Полная Фигня И все Орали С этого Естественно Ну Это хорошо Что орали Представляешь Там были люди Верните Деньги Я вам сейчас На три подвайзере Плохой отзыв Напишу А у меня Миллиард Ботов Там У него Там уже Вот именно У него У него же Кремлеботы Ему там Не знаю Уже все Не поможет Ничего Вот Короче Ну Вторая часть Я думаю Мы на ней Особо останавливаться Не будем Там Собственно Про то же самое Что он Продолжал Короче В этой Своей Сумасшествии Углубляться Сделал Что он Там самый Гениальный Короче Видимо Какой-то Модник Там дохрена Его на неделю Моды в Париже Там отправили И он потом Там нанял Каких-то чуваков Которые Похожи на него Там именно Показывают Что чуваки Не только Там жирные Чуваки Там То есть Вообще Не похожие На него Чуваки Там Девушка Была Короче Именно Просто Они все Осветленные Как он Он типа Милированный Чувак Вот И короче Типа Он всяких Своих Там Ну Как Знаешь Руки Не руки вверх А как Ласковый май Короче Много разных Составов Ласкового май Отправлял Везде Короче На ТВ Там Везде Короче Давал интервью Ну Короче Прокатывает Но Самое классное Мне очень понравилось С этим рестораном То есть Это хотя бы Ну Какой-то Классный Кейс То есть Прикольный Вот Короче Такая история Интересно Откуда Нос А Он Понятно Это он написал Где он Это увидел Он где-то увидел Да Да Вот Ладно Пойдем дальше Следующая еще Моя темка What I eat На Мидиуме Некий Битман И Некий Битман Это очень Надо сразу сказать Преамбулу Скажем так Что Марк Битман Это очень крутой чувак Это как Какой-нибудь Дай бог памяти Как говорится Какой-нибудь Короче Очень крутой Именно Ну не повар А именно чувак Который пишет о еде Он уже Гордон Рамзи Да Типа Гордон Рамзи Вот я хотел Да Примерно такое привести То есть Это чувак Который пишет о еде Готовит Около 40 лет И Опубликовал Около 30 книг Включая Какую-то Очень известную Книгу Как готовить Все How to cook everything Это какая-то Целая серия И Некая Ви Би 6 То есть Какое-то правило Что типа После 6 не хавать Ну короче Он очень крутой чувак Именно В еде И в Вообще Написании о еде И вот тут Он пишет статью Про то Как он в принципе Сейчас питается И мы типа Должны понимать Что это не просто Простой чувак Пишет там Я или ты Да условно Вот А именно Зарекомендовавший себя Чувак Именно в Кулинарных Темах В журналистике О кулинарии Я не знаю У них это наверное Целая отдельная Там ветвь Отдельный институт Прямо Отдельный институт Да Места в поеде Так Да Здесь есть кстати говоря Фоточка сразу Этого чувака Битмана И вот он В кепочке На переднем плане Да И здесь видно Что он готовит Что-то такое Хотя казалось бы Вроде на гриле Да Но готовит Что-то вроде там Ну это Я не знаю Это барбекюшница Это барбекюшница Да Я думаю Очень маленькие Огонь и долго готовят Видно что он готовит Вроде как Не очень мясо И здесь собственно Про все про это Про статья Он говорит В принципе Я говорит Вы могли бы подумать Что я Ну типа Раз я такой крутой чувак То я типа У меня все там Гениально выверено Что я ем там И когда я ем В какое время И какие конкретные ингредиенты Я использую Но это говорит Ни хрена не так Типа Даже за Вообще Со своим Огромным опытом Я там Написал Сто миллионов книг И я вообще Такой крутой До свидос Я Очень хаотично питаюсь Типа Он говорит Что Типа Я много путешествую Кушаю часто В ресторанах И У меня вот странно То есть иногда бывает Пропущу завтрак Иногда бывает Типа поем Сильно плотно В ужин То есть у меня Такое не бывает Бывает я и вредную пищу Сильно ем Типа не сильно слежу Но В принципе Говорит За всю свою жизнь Я что понял Что Самое классное Это конечно Не жрать Вредную пищу Да ладно И вообще Классно Типа Это Классно не есть мясо Он пишет Типа Вообще это крутая тема Если вы типа Можете себе позволить Это Можете себе позволить Какое-то разнообразие В растениях Так скажем То круто бы Не жрать мясо Вообще в принципе То есть понятно Что он говорит Я в принципе У меня была там Такая практика Что я типа Не ел мясо До шести А потом Там странная диета У него Которая видимо Не всем подходит Но типа Не ел мясо До шести То есть до шести Просто питался Обычно Завтрак Обед Ужин Вот А потом ночью Значит Кушал мясо Жестко Я не знаю Это наверное Как-то обосновано Организмом Что ночью У тебя там Или ничего не усваивается И типа Тебе никак плохо На тебя не влияет Или как-то Я не знаю Как это работает Но он именно Типа Ночью жрал Отвратительный гамбургер Условно говоря Вот Но короче Он говорит Что в принципе Я сейчас с возрастом понимаю И со своим охрененным опытом Что Лучше всего Типа Мясо есть Ну Минимально Как можно Особенно Естественно Минимально Как можно Есть Плохое мясо Так скажем Мясо Которое Очень жирное Ну и в принципе То есть Типа Гамбургеров Лучше вообще не есть Но говорит Я понимаю Что да Это хреново Я это типа Нарушаю И Да Такое бывает Но у меня Вот вообще Говорит Я один раз Типа Справился с собой Что я У меня там Условно Весь день Хочется съесть Скушать гамбургер Вот прям Мысли о гамбургере Но Я типа Переломил себя Пахал Короче Он там типа Говорит Изюм там И орешки Условно говоря Да И короче Понял Что Меня это действительно Насытило Типа И не то чтобы Я должен был Гнаться за этим Гамбургером Весь день Хотя я думал Про него Там блин Как классно Я сейчас Вкушу этого мяса Еще именно За хреновым гамбургером Именно В дефолтом В маке Не то что Это там Опять же На гриле себе Сделал Охрененного Да Там из мяса Из макдональдса Пожрать Короче И я себя удержал И я понял Что себя можно удерживать Он здесь еще рассказывает Про то что Типа Естественно Класснее Выбирать всегда Питание Вообще Ну продукты Которые вы знаете Что они рядом с вами То есть я всегда доверяю Тому что там Условно Как вот у нас Допустим Есть там Чебаркульская птица Да Это что-то рядом С Челябинском Ты доверяешь этому больше Ну по его мнению Чем то что там Привезенная курица Из там США Условно говоря Ну он тут Про Новую Зеландию Рассказывает Что там Привезенная из Новой Зеландии Какая-нибудь Хреновина Или говорит Ну или часто Наоборот Я доверяю Какому-нибудь Типа Неорганическому Рису Какому-нибудь Ну видимо там Сделанному из пластика Чем Короче Очень органическому Чизбургеру Он типа стебет До хрена Что Типа до хрена Органический чизбургер Вот Что типа Лучше схаваю Что-то такое Очень диетическое Видимо Чем Что-то очень такое Жирное Естественное Ну и короче Он здесь просто Очень много Напирает на то Что типа Чуваки Хавайте Больше Больше Именно Не мясо Короче И будьте Более Это вот Диетическое Такое Все Кушайте В принципе Все Все Что здесь Есть Вот такая темка Я вот По фото могу Сразу судить Что он все равно Как бы Ну не атлет Какой-то Он не атлет Да А он здесь Рассказывает Что он именно Похудел за счет этого То есть он не атлет Не атлет И ест много котлет Так скажем И вот он рассказывает Что он именно Носил с собой Он тут именно Метафорично рассказывает Носил с собой Кожа на мешок Практически Но видимо у него Еще более был Кожа на мешок И Ну нет Понятно что он Да он наверное Супер толстяк был И наверное До этого дошел Не от хорошей жизни Конечно Он говорит что типа Это вообще Очень сильно помогает Особенно говорит После сорока Когда невозможно Остановиться А все что вы съедите Это все откладывается У вас на вашем Кожаном мешке То есть после сорока Классно было бы Все таки следить За своей диетой И жрать поменьше Вот такого жирного Дерьма Типа Чизбургеров Гамбургеров Ну Достаточно справедливо Наверное да Хотя Тем более пишут Что он сорок лет Уже писал Про еду и кукинг Около тринадцати книг Опубликовал Это как бы в принципе О многом говорит Вот Я даже не представляю Как это к нам попало Я не знаю Это очень такая Знаешь Медиумная тема То есть мы сейчас С тобой должны Именно с кофе Это сидеть Таким Слушай Ну вот Чувак Сорок лет писал Про кукинг Да мы должны С кофе И как-то Эти сэндвичи Называются Которые именно Брускетта Какой-нибудь Знаешь Вот Да-да-да-да-да Вот именно И ламбруская Слышать по этому поводу Например Не нравится Весь порядок вещей В бэке Скобках PHP В частности То что сейчас Происходит с индустрией И т.д Просто обычно Сипи нают фронт Что там все плохо Дикий запад И тому подобное Какие у тебя были Мотивации и мысли Об обратном переходе Кстати Как у тебя с опытом На PHP Вне ВВП Какие еще Фреймворки пробовал Что можешь сказать От Symfony Как относится К ОРМ Доктрин 2 Например Может и Никите Будет что Добавить Так Во-первых Я почти полностью Ушел То есть Как было Я на ту работу На которой я сейчас работаю Я устраивался Как фулл стек Вот И я на полном серьезе Первую задачу Которую я решал Я ее решал комплексно Я сам для себя Написал опиху И сам Под нее написал интерфейс Ну то есть Интерфейс я дописал И опиху я тоже дописал То есть Это был уже проект Вот Фулл стек Джаваскрипт То есть На экспрессе Бэк сделан Опишка Вот И В принципе Как бы В чем была проблема Я бы может быть И так дальше Был фулл стеком Вот Но я был фулл стеком Всегда с MongoDB Именно Когда вот Опишки на ноде писал А здесь У нас в проекте Postgres И мне Чтобы вот этот Сиквалайз изучить Который именно Является Оберткой Над операциями К базе данных Мне Ну Время потребовалось Я такой Достаточно Со скрипом Воизучал Плюс Здесь надо Нормализовывать Эти базы данных Продумывать Архитектуру То есть Тупо Был вопрос Именно компетенции Именно на этом Месте Работы Работы Такие Достаточно Ну Как бы Самому себя Не принято Судить Но нормально Все сделано Хорошо Я в принципе С каждым Последующим Интерфейсом Я применяю Какие-то новые Штуки Мне пока Не скучно То есть Я в этом Развиваюсь И особенно То что там Дикий запад И тому подобное Во фронте Это может быть И справедливо Но с моим Консервативным Подходом К жизни В принципе Мой фронт Это не дикий запад То есть Там все Достаточно Неплохо И вообще Вот Что касается В принципе Порядок вещей В бэке Хороший бэк Это круто Но бэки Бывают и плохие В том числе Поэтому И то же самое С фронтом Просто больше Людей во фронте Которые там С каким-то Знаешь Таким Халатным Что ли Отношением Это все делают Вот И поэтому Ну Традиционно Кажется Что фронт Там Что-то такое Прям Вот Это неправда Просто есть хорошее Есть плохое Поэтому PHP в частности На PHP Я вообще уже Сто лет Ничего не писал То есть Последнее Что было PHP Это как раз WordPress И других Фреймворков Я особо Не пробовал Вот Я смотрел Ларавель И даже Там Написал Какое-то Тестовое Привожение На нем Кстати В Ларавеле Сейчас Фронт на View Дефолтный Ну Кстати Тогда Когда я писал Еще этого Не было Естественно Вот Поэтому Был Был ли опыт Друпал Я еще Смотрел Тоже Писал Шаблончик Небольшой Для него То есть Это было Так Достаточно Давно Уже Там Лет Шесть Назад Пять Вот Поэтому В принципе Что касается Бэка С ним Типа Прикольнее Работать Ну То есть Там Нету Многих Там Вообще Мало Костылей То есть Бэк Он Достаточно Прямолинейен И то есть Там Ну Все Заканчивалось Если это На Монге Сложными Агрегациями Если это На Postgres То Сложными Сколь Запросами А потом Ты это Просто Сериализуешь Там В какие-то Массивы Объекты И отдаешь Если это Апишка Все То есть Ты тут Тут нет Того Что ты там Селект Реально Подменяешь Каким-то Там Блоком Чего-то Там Еще Не пойми Чего И как-то Это все Там У тебя Так Интерактивится Что вроде Ты тут Нажал Один клик И у тебя Под капотом Там 5 методов Вызовывать Для того Чтобы Симулировать Еще там Три поведения И две проверки Перевключить То есть Это конечно Да На беке Это вам Меньше То есть Он более Такой Понятный Прямолинейный Что ли Хотя Опять же Это все Зависит От сроков Которые Нужно Какие-то Фичи Реализовывать Если Там Тебя Подгоняют То Конечно Там Полное Говно Получается Которое Требует Рефакторинга Сразу После того Как Было Написано Вот Поэтому Я Я согласен С любой Индустрией Все что В ней Сейчас Происходит Потому что В наших Силах Нормально К этому Как бы Ну то есть В наших Силах Сделать Хорошо О чем Речь Не шла О фронте Или о беке Поэтому У меня Переход Состоялся Можно сказать Вынужденно Я о нем Нисколько Не жалею И Ну как бы Учитывая Мою Участность Так сказать И характер Вообще Работы У нас В проекте Я часто Участвую Вообще В том Как Бэк Пишется Вот То есть По факту Я все равно Фуллстэк Просто Именно Рабочие Задачи Я закрываю Все фронтовые Вот Но там В большинстве Обсуждений Я все равно При этом Участвую И Просто Я сам Этот бэк Не пишу Хотя Ну там Иногда Подпушиваю Что-нибудь В репозиторию То есть Компетенции Мне достаточно Чтобы самому Что-то изменить Если мне прям Жгет Как бы И да То есть Это Писать я Бэк могу Просто Сейчас Закрываю Фронтовые Задачи Красиво Красиво Как-то так Я не знаю Мне больше интересно В смысле А вот чем Именно Я не знаю Как тебе сказать Именно с точки зрения Настроения Я не знаю Или с точки зрения Какого-то Углубления То есть Чем вообще Фронт от бэка Он Ты вот Как бы чувствуешь Вот допустим Ты сегодня Сел на джаваскрипте Писать А завтра Сел на пхп Писать И ты чувствуешь Что Вчера ты был Там Веселый А сегодня Ты стал Там Более задумчивый Ну типа Это Вообще Как-то влияет Или похрен Ну просто Ну типа Язык и язык Типа Пишешь и пишешь Ты фронт Бэк Тебе похрен Вообще Вот честно Перешел в ту стадию Когда И вот Меня уже спрашивают Кем работаешь Я не уточняю Фронт энд Я просто говорю Программистом И вот Ну я уже Рассказывал По-моему Это в подкасте Или просто Мы где-то с тобой Говорили Вот похрен Вот реально Ты просто Настолько уже Это Ну В хорошем смысле Перешло в рутину Не в плохом Когда это задолбало А в хорошем Когда реально Есть задача Ты ее просто решаешь И тебе любая задача Нерешенная Интересна И когда ты ее решаешь У тебя Ну тебе хорошо И ты Ну ты понимаешь Весь Флоу То есть ты понимаешь Полностью Начиная от Операционной системы Там Ubuntu На которой это все Крутится И заканчивая Там конечным Браузером Который к этому Подключается Или мобильным Привожением Что тебе В общем-то Ну как бы Ты из-за того Что ты понимаешь Как работает На каждом этапе Тебе ничего Не стоит Дописать здесь Дописать там Понять А тут Как надо сделать То есть это Ты Мыслишь Более глобально Ты мыслишь Всем проектам В масштабе И просто решаешь Бизнес-задачу Какую-то И тебе интересно Именно принести денег Ну и заработать денег Соответственно То есть вот Ты уже как-то В этом ключе Смотришь То есть Ну может быть Просто у нас В компании У нас нет Каких-то там Именно Сейчас как бы Сказать-то Без Индии Чтобы не нарушить Ничего У нас нет Технических Именно задач В плане того Что у нас есть Там Два года На решение Абстрактной Какой-то задачи Которую надо Сделать красиво Все равно Все задачи Это бизнес-задачи Которые в первую очередь Должны В реальный продукт Какой-то вылиться Который должен Принести денег Поэтому Ну это наверное Большинство Везде так Практически Кроме Те какие-нибудь Исследовательские Вещи Ну вот конечно Да И то эти Исследовательские вещи Они как бы Когда-то заканчиваются И должен быть Какой-то результат Исследование Чтобы там Грант продлили Или что-то еще Вот То есть Ну это Ну это Смешно Но тем не менее То есть по нему Есть какие-то Чекпоинты По отчитыванию Перед инвесторами И другими людьми Которые там Перед госкфондами Которые эти Гранты выдают Если ты хочешь Очередной какой-то Транш получить Вот То есть это всегда Все равно Как-то должно быть Рутинно Поэтому Настроение Никак не меняется Настроение Есть решать Какую-то вот Бизнес-задачу Как-то сделать Чтобы было классно А там дальше уже С какой стороны Ты это делаешь Классно Это Ну прикольно Это как строительство Любые отделочные работы Это Ну это весело Или там Водопровод сменить Это Насрать что делать Ты в итоге Делаешь ремонт И в итоге У тебя красиво Все и классно Вот То есть тут Как-то это Именно Красиво Красиво Завернул Ну вот да Давай к обойке пойдем А у нас же Не только обойки А ты сегодня Кстати в состоянии Или еще не в состоянии Я в ближайший Я в ближайший месяц Буду еще не в состоянии А потом опять Буду в состоянии Так Ну давай Я тогда зайду Пока Ты пока про обойку Расскажи А я пока зайду Ну да Слушатели Просто представьте Зрители Посмотрите Здесь кусочки асфальта Причем Асфальт Который уложен Это не асфальт Это именно бетонные дороги То есть в России Принято закатывать в асфальт На поверх плит А например В Америке Или там в Европе Льют прямо из бетона Дороги Кусками Вот И здесь как раз Кусок дороги Из бетона Именно с технологическими Такими швами То есть отверстие Чтобы он не трескался Именно квадратами Такими делают Вот И это влажный Влажный бетон И самое главное Что на него Именно дается Такой градиент Фуксии Розово-красный Ну ровно такой Как цвета Юэб-дизайна И Ну просто я представляю Что здесь Наш подкаст Он просто освещает Какую-то вечернюю дорогу Кто-то его посмотрел Послушал Вот И вот он Наш логотип В конце Когда там Клоузинг Не опенинг А клоузинг Именно Вот там Наш логотип Финальный горит И вот он освещает Этот асфальт Бетон Простите И прям круто То есть вот Что-то заканчивается Что-то начинается Что-то заканчивается Вот наш подкаст Заканчивается А у вас начинается Написание комментариев Под этим выпуском Типа Вау Чуваки Вы классные Спасибо что вы есть И так далее Круто Круто Ну мне нравится Тоже я просто Секунду скажу Про обойку Она такая прям Она киберпанковая Я должен был это сказать То есть как будто Отсвечивает Какие-то вывески Ну конечно Да Да Короче Патроны Патроны Мы хотим поблагодарить Всех Кто заносит Достаточно большую сумму Которая нам нравится И мы Видим поддержку вашу Я Напомню мне Я только учусь Мы Деклайн Чуваков Мы их стыдим Первый раз Мы их озвучиваем И говорим Что Прям говорим Что плохо Вдруг Вдруг они просто забыли И они исправятся Хорошо Ладно Я буду говорить забыли То есть я не буду стыдить Прям что Shame on you Значит Сначала не про shame Макс Макс Который 40 баксов Заносит Значит он Абсолютно не стыдный пацан Продолжает это делать Далее Ярослав Мудрый Антон Шувалов Заносят Константин Гончаров Забыл Забыл Вот Иван Мерзавцев Радик Дмитрий Казарцев Графа Балмасов Анар Балгимбаев Никита Ларк Рут Молодцы Заносят Михаил Палмер Забыл Геннадий Геннадий Хатовицкий Сэм Саша Джазов Евгений Бойцов Или Бойцев Кстати Бойцов скорее Михаил Р.В Заносят Human Music Забыл Эльмира Халилова Заносит Андрейчик Заносит Рома Фролов Забыл Антон Потапенко Алекс Яценко Антон Явеб Илья Евсеев Иван Сухин Миша Хохлов Мэт Заносят Александр Некий Забыл Титус Заносит И все Слушай Вот все Кроме последнего Александра Они периодически Забывают То есть У них у всех Есть причины Забывать Вот И я им всем У меня уже налажен С ними контакт Я им в телеге Напрямую пишу Типа Слушай Ты что забыл А у тебя там есть Вот когда уже группы сделают У тебя должна быть уже конфа С такими чуваками Которые Деклайн Согласен Да В принципе Это хорошая идея Можно Можно уже такую создать Чтобы они уже И друг друга знали Ну что ты забыл В этой компании Да Оказаться И они как-то Подтянулись Ну в общем Мы вас всех любим Чуваки Потому что Даже те кто забыл Они больше одного месяца Заносили Поэтому Это в принципе Достоин Так сказать Упоминания Вот Хотя в следующий раз Уже не будем упоминать Если все еще забудете К тому моменту Вот Ну что будем сворачиваться Увидимся через неделю Апрель уже пошел Уже весна-то проходит Уже скоро и лето пройдет Тьфу-тьфу-тьфу Конечно Пишите В комментариях Как мы Вообще Да Дальше ли нам сидеть Мы уже понаписали Там такого Что уже Уши в трубочку Сворачиваются По мужикам Ну да Ну ладно Господи Написали и написали А мы будем дальше Назло вам всем Творить Так сказать И И все И будем дальше вас Радовать своими голосами Все Увидимся через неделю Давайте Подписывайтесь Нас везде Ставьте лайки Отзывы Вот это все Все взаимодействия Социальные Кстати В фейсбуке У них Любые вот эти действия Которые учитываются В алгоритме Называются Сигналы Сигналы Вот чуваки Все сигналы С нам делайте Пожалуйста Какие вообще Возможные И учитывайтесь У нас везде В алгоритмах Наши Удачно Всем дня И пока Пока Субтитры Субтитры